Все мы с вами любим мечтать о новых достижениях, о новых знакомствах, о новых вещах, о новом доме, о новой машине и так далее. Перед сном, засыпая, укутаться поудобнее в свое одеялко и фантазировать свою идеальную жизнь. Вот такое занятие. И отдельное удовольствие и уникальное ощущение, это когда ты в реальной жизни доходишь до какой-то точки, о которой ты когда-то мечтал, завернувшись в одеяло перед сном. Я думаю, что как минимум пару раз в жизни мы все с вами чувствовали это. Когда поступали в университет, в котором хотели учиться, когда оказывались на работе в компании, о которой долго мечтали, когда начинали отношения или выходили замуж, женились на том человеке, в которого были влюблены и фантазировали о совместной жизни. Очень крутое чувство, когда свои мечты воплощаются в жизнь. А вот такой вопрос. А есть ли у вас автомобильная мечта? Ну понятно, что у каждого из нас есть какой-то автомобиль, о котором человек мечтает. Мол, вот я куплю такую-то тачку и жизнь сразу сильно поменяется. Это понятно. Это у всех такое есть. Что-то ведь даже об Opel мечтает. А есть ли какая-нибудь такая мечта или какой-нибудь автомобильный опыт, о котором мечтает каждый автомобилист? Грубо говоря, что-то такое, о чем ты говоришь своему корешу или подруге, и они такие в ответ «Да, я тоже об этом думал». Было бы круто. Всю жизнь мечтаю. Возможно, на такую роль подойдет что-то по типу оказаться за рулем болида Формулы-1. Но так себе на самом деле. Не каждый справится с таким. Ведь все понимают, что там нагрузка абсолютно бешеная. Да и не все мечтают о таком, честно говоря. Ну, Формула и Формула кто-то может сказать. И будет прав, так как эта мечта не для всех. Как и мечта о новом автомобиле не для всех. Кто-то, например, очень сильно мечтает о каком-нибудь новом Гелендваген. А всем остальным психически здоровым людям абсолютно плевать на Гелендваген и на все, что с ним связано. Главное, чтобы потом за плевки извиняться не заставили. Но, что если я вам скажу, что я знаю одну из ваших автомобильных мечт, которая есть у каждого из вас, между прочим. И я уверен, что хотя бы раз в жизни вы представляли в своих мечтах одну картину, связанную с автомобилем. И очень хотели в этой картине оказаться. Я готов биться о заклад, что каждый из вас хотя бы раз в жизни представлял примерно следующее. Хайвей, упирающийся в горизонт. Абсолютно голубое небо. Палящее солнце. По бокам бескрайние поля. Где-то вдали на горизонте виднеются горы. А вы едете по этой дороге за рулем какого-нибудь классического форт-мустанка с открытым верхом в крутых солнцезащитных очках. Рядом с вами ваша любимая женщина. И вы вдвоем под звук рок-н-ролла. Просто едете вдаль. Просто с ощущением момента. Без цели. Без плана. Бесконечного пункта назначения. Хайвей. Классический автомобиль эпохи 60-х. Музыка. Ветер в волосах. И вы вдвоем. И больше ничего не надо. Было дело. Я знаю, что было. И этот образ, сука, в голове каждого из нас. Это ведь я придумал, не вы. Но при этом к какому человеку не подойди и не начни описывать этот образ. И собеседник тут же подхватит его и начнет наваливать детали. А потом вы оба такие «Да, как было бы круто». И иногда «Нет, нет». А пролетает такая мысль, а вот послать бы все к чертям. Поехать в штаты, взять там в аренду такую тачку и полететь за рулем по всем этим бескрайним хайваям. Без цели. Без плана. Бесконечного пункта назначения. И да, как было бы круто А у меня вопрос Откуда это у нас в голове? Ведь это не только наш прикол Подойди к любому автомобилисту в мире И начни ему рассказывать эту картинку И мало того, что он поймет, о чем вы говорите Так еще и точно так же Присоединится к вам в деталях И тут же скажет, что как бы было круто Почему у каждого автомобилиста Кто понимает кайф в вождении Есть этот образ Он же вшит куда-то на подкорку Мы как будто бы с ним родились И он будет с нами до конца жизни Никуда ты от этого блядского хайвея С не менее блядским мустангом не денешься В конце концов, почему мы не хотим оказаться За рулем Волги в лесах Сибири, например А хотим именно за рулем мустанга И на американский хайвей Возможно, конечно, потому что С американского хайвея можно потом вернуться домой Но так или иначе Этот образ у нас в головах есть И от него никуда не деться И кто-то намеренно его создал в наших головах Или нет Может быть, что это просто стечение обстоятельств Или просто в каком-то фильме показали А мы теперь слюни пускаем Или всему есть свое логичное объяснение И действительно кто-то намеренно Поместил этот образ нам в голову И этот кто-то Это кто? Автомобильные компании? Голливуд? Строители хайвеев? Да и зачем вообще нам такое в голову помещать? Какая этому кому-то С этого выгода? И почему мы, люди, которые живут совершенно в другое время И в другом мире Испытываем какую-то очень странную И томную ностальгию по тому времени В котором мы никогда не жили И никогда не окажемся? Все, что я вам могу сказать на данный момент Вопросов много А вы держитесь И устраивайтесь поудобней Есть у меня одна картавая история по этому поводу Из которой вы сегодня узнаете В какой момент начал зарождаться автомобильный культ? И каким образом в нем была замешана итальянская мафия? И почему детей с самого раннего возраста Сажали за руль автомобиля? Как преступники, которые занимались контрабандой Изобрели автомобильный тюнинг? И каким образом два паренька из семей обычных иммигрантов Создали автомобильную мечту? Как одна модель автомобиля Натурально сжигала своих пассажиров? И почему производитель ничего не хотел с этим делать? И зачем глава автомобильной компании Занимался контрабандой кокаина? И почему же целая страна Натурально сошла с ума от автомобилей? И кто еще вместе с нами Скучает по тем временам В которых уже никогда не окажется? Что если я вам скажу Что я знаю одну из ваших автомобильных мечт Которая есть у каждого из вас, между прочим И я уверен, что хотя бы раз в жизни Вы представляли в своих мечтах Одну картину, связанную с автомобилем И очень хотели в этой картине оказаться Я готов биться о заклад Что каждый из вас Хотя бы Мечты Мечты, да? Мечты это что? Это для Лодерей И молодежи Не бывает такого У меня он Тоже может Мечта была На стене висит Ласточка моя Ненаглядная Ну вот Помнишь, Лех? Что в итоге-то вышло В просак попал Приехал бы с Матрины В другой город В Ленинград А там вместо машины Воспитаяст Без машины я остался А деньги все На дорогу Да на гостиницы потратил Ну и Как после такого Мечты-то верить, а? Погоди Что у тебя там за история Приключилась? Батюшки Настоящий Так, Леш Иди во двор погуляй пока Дай место гостю Да это Детей попугай Иди обзоры поснимай Так вот, что у тебя там за история Клад Я так понимаю, у тебя были какие-то проблемы с покупкой автомобиля Да, понятно, это было еще при Сталине Ну, как при Сталине Вот неделю назад буквально Тем более Тебе для того, чтобы купить автомобиль Сейчас не нужно смотреть какие-то газеты Ходить по гаражам У тебя же есть интернет? Ну, а как же Есть Ватсап Ну, раз он у тебя есть Тогда открывай Авито На Авито ты можешь настроить фильтр поиска И выбрать подходящий для себя автомобиль Вот ты, очевидно, на даче много времени сидишь Поэтому ты там можешь найти какой-нибудь кроссовер Ну, по типу Крета Мирские чудеса Видел? Да, даже лучше, чем конница из месяц моих Конечно Выбираем фильтры Бренд и марку Нажимаем на авто с пробегом И в фильтре выбираем пробег не более 80 тысяч километров И также ставим не больше двух холодильцев И смотрим на результат А как понять-то Что купит, цену разумную ставит Что как липку меня не обдерет Не отодрет меня Б***ь какая-то У объявлений на Авито Есть специальные маркеры Хорошая и отличная цена Это значит, что сервис сравнил это объявление По множеству показателей с другими И поставил ему оценку Вот, например, объявление Хорошей ценой Открываем его И видим, что у этого авто был всего один владелец ДТП не обнаружено И при этом еще некоторые объявления на Авито Помечены собственными Это значит, что продавец Предоставил сервису документы Подтверждающие владение авто Чудеса! Ну, все, давай Покупаю Да подожди Прежде чем ехать смотреть автомобиль Надо его проверить Чтобы не получилось, как у тебя с велосипедом АЭС Сделать это можно с помощью автотеки Это вот тут Это сервис Авито, который помогает проверить историю авто Количество владельцев Части от ДТП Пробег, история обслуживания Вот эти все штуки И сначала у тебя в отчете указывается Вся основная информация по автомобилю Ограничения на него не найдены ДТП не участвовал Все нормально В киршеринге и такси Знаешь, что это такое вообще? Молодежь Рейф Ну да, в этом тоже не участвовал Листаем дальше Владелец, правда, один Он купил автомобиль 24 июня 2017 года А 25 июня уже поставил на учет И пока что все хорошо И при этом по расчетам ремонтных работ пусто И также есть информация, что автомобиль размещен на Авито в октябре этого года Если спуститься еще ниже Вот сюда В отчете можно найти историю эксплуатации Там указывается, что и на каком пробеге происходило с автомобилем Здесь мы видим, что автомобиль заезжал к дилеру Через два месяца после покупки И, вероятнее всего, на обслуживание При этом дальше еще одно ТО На пробеге 17 900 км И в целом, по всем последующим записям Мы видим, что владелец регулярно заезжал на техобслуживание И следил за машиной И на пробеге 58 500 выстрелы на продажу При том, ниже, по этим же данным, строится график И он ровный, без провалов А это один из признаков, что пробег родной Поэтому да, авто можно посмотреть вживую До чего прогресс дошел, да? Вот так что? Ну, ехать можно? Да, можно Только в следующий раз ищи автомобиль на Авито И проверяй его через автотеку Все, давай, покупай Я за сберкнижкой, ты чего? Да, по шкафам достать и не ездил Леху, хватаем с собой? С собой хватаем Эть Вот где чудеса Леша Лешка Леша Алексей Раз уж мы в нашей мечте фантазируем о Штатах То давайте с них и начнем Было бы странно, если бы я такой Итак, Финляндия, период 17 века, пацаны Запрягают как-то два финна оленя в упряжку И понеслось Мечта у нас сегодня Американская Поэтому и начинаем мы с Америки Но не с 50-х или 70-х, а с 20-х годов 20-го столетия Сразу после Первой мировой войны Вся развитая и прогрессивная Европа была разгромлена и разорена войной При этом солдаты, раненые и покалеченные возвращались в свои родные места А мир глобально приходил в себя после невиданного доселе конфликта С одной стороны, война вроде бы закончилась Можно выдыхать Но с другой стороны, всех вернувшихся в родные места Ждали подбитые лачуги, голод, бедность и безработица А одновременно с этим, где-то там, далеко за океаном Как долгожданный оазис среди пустыни, была Америка Там не было войны, была работа, перспективы и Кока-Кола 1920-е годы, очень жирное время для Америки Мало того, что на территории США военных действий не происходило Так еще и промышленность США снабжала союзников боеприпасами, танками, моторами и другой военной техникой И не за красивые глаза французов или там за пару круассанов А за нормальные такие деньги Также, помимо снабжения оружия, Америка дала в кредит союзникам 24 миллиона долларов Которые те, в свою очередь, должны были вернуть, так и с процентиками Плюс, надо понимать, что прямо перед войной в Штатах какими-то невозможными темпами развивалось производство, промышленность и вся экономика в целом В стране вовсю гремела промышленная революция Каждый день открывались новые производства, заводы А Детройт потихоньку начинал свой путь к промышленной столице мира И было бы странно, если бы страна, в которой была самая развитая промышленность на тот момент из всех стран мира Не получила бы выгоды от мирового военного конфликта Представь, эти люди воюют за бесплату Могу вытрыть слезы Это из рта, блядь В итоге, заработав на войне в три конца, страна становится образцом успеха и богатой жизни для всего мира Само собой, население страны также чувствует этот эффект на себе Растет покупательская способность, растет потребительская корзина и уровень жизни в целом Когда люди в общей своей массе закрывают базовые потребности в еде и жилье Ну, в смысле, когда тебе есть где жить, что есть А вдовесок к этому у тебя сверху остается еще какое-то количество деньжат и свободного времени Че ты захочешь? Захочешь развлечений? И американцы захотели их в таком объеме и в таком виде Что казантип на их фоне это просто слет каких-то местечковых библиотекарей В истории США этот период называется ревущими 20-ми И он неспроста так называется, надо заметить Вся страна натурально гремела и ревела в культурном экстазе В 20-е года нахер пошло все Все привычные устои, общественные нормы и образ жизни Вместо заунывной, органной и классической музыки В жизни американца с ноги ворвался великолепный джаз, бодрый кантри и дерущий душу блюз И самое важное, под это можно и нужно было танцевать Под музыку церковного органа ты танцпол особо не зажжешь А вот когда на сцену выходил квартет джазистов или блюзменов И начинали вживую творить грязь на музыкальных инструментах Моментально весь бар или кабаре пускался в блудняк Раз, 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 это хорбас Притом, надо же понимать, что в этот же момент появилась звукозапись как таковая Люди научились записывать музыку на пластинке А граммофоны стоили не очень дорого для обычного гражданина Поэтому музыка ревела не только по ночам из кабаре, а также целыми днями из квартир и домов обычных людей Люди танцевали везде и всегда Дома в гостиной, на кухнях, в гостях у друзей, в местном баре и магазинчиках, на столах в кабаре и на сцене вместе со слепительными танцовщицами Как только начинается какой-то веселый движ, сразу происходит что? Правильно, женщины начинают раздеваться В 20-е годы появились юбки и платья выше колена Вечерние платья с декольте, открытыми спинами и разрезами от самых бедер А косметика стала популярна не только среди куртизанок, но и среди вполне целомудренных женщин Не всех же мужчин каким-то шлюшенцем накрашенным отдавать, верно? Верно! Чтобы победить врага, нужно думать и выглядеть как враг А нам, мужчинам, только врагов и подавай Мы со всеми справимся Общественные устои о приличном поведении в обществе моментально были заброшены в комнату к бабушкам и дедушкам и замурованы там насмерть Типичный вопль американца того времени Танцевать на расстоянии вытянутой руки Пошли вы нахер, мы тут бухие и полуголые, какие вытянутые руки Вы между мной и этой красоткой даже лист бумаги не просунете А про то, что сегодня все-таки получится просунуть, вам лучше вообще не знать, дорогие мои АПЛОДИСМЕНТЫ Ой, девчонку молодую вы в темницу завели Никогда не буду больше за судьбу платить рубли Эх, не вижу больше воли, но... Я вам говорю, это ошибка Так, журналист Вам нужно оставь его Потише, потише Я оставь его Посидишь ночью, разберемся Из буквы Т У меня дела вообще Собака родила Я тебе еще раз говорю, посидишь Разберемся Пока познакомься со своей подружкой Опять ты О-хо-хо, пожаловал, путник Вам, братанский Давай так Нам сидеть здесь долго А связки поберечь хочется Ты давай, типа, не тушуйся, присаживайся ко мне Поговорим А ты че Опять на вокзале ключи от города приезжим продавала? Нет Это старая тема У меня новая тема Смотри Приворот на кэшбэк Че? Капитан Расскажи мальцу Да и что тут рассказывать Значит Встретил я вот это вот на вокзале Пообещала мне, значит, вселенский кэшбэк Типа вот что не куплю Всегда будут деньги возвращаться Поэтому дал ей 3000 своих рублей Все-таки скоро это, как я Черная пятница Ну и как-то возвращаться ничего не стало Где кэшбэк из Ольда? Так у меня он Так, погоди Ты, чтобы вернуть деньги с покупки Обратился к гадалке? Ну да Мы еще там весь огород спахали Навоз привезли Еще курсы Постановку речи Мы с ней тренируем Немного риторики Стихи Есенина читаем Компот варили Ну, нормальная женщина Так Теплая А ты не пробовал какие-то Более надежные сервисы? Летишопс Например Лети Кого? Куда лететь? Я не выездной Летишопс Это кэшбэк сервис Они сейчас еще акции в Черной пятнице устраивают Не? Не Давай компьютер я тебе покажу Смотри Сейчас идет большая распродажа В честь Черной пятницы И по этому поводу Летишопс запустили новую акцию И если делать заказы у таких топовых партнеров Как Мвидео, iHerb, Сбер Мегамаркет И Ильдорадо С кэшбэком от Летишопс То можно выиграть целую кучу призов И при этом сэкономить Выиграть? Как? Да очень просто За каждые 25 долларов кэшбэка Ты получаешь билеты участника Количество билетов неограниченное Вот сколько кэшбэка получишь Столько и получишь билетов участникам Вот ты на чем ездишь? На электричке А сможешь выиграть черную Tesla Model 3 Это тоже электричка, только чуть посолиднее Среди призов еще есть Айфоны, Плейстейшены, Airpods И другие незнакомые тебе слова, судя по всему А сэкономить-то получится? Получится Потому что Летишопс на время распродажи Запускает горящий кэшбэк Для топовых магазинов-партнеров Если бы раньше, например, закинуть Покупки тебе вернулось бы 200 рублей То сейчас вернется 1200 Потому что увеличение в 6 раз А вот нажми, чтобы у меня эта штука уже заработала Давай, а Так тут все просто Активируется горящий кэшбэк Либо на сайте Или в приложении Летишопс При этом там постоянно проходят различные акции А не один раз в год Вся информация про распродажу И про розыгрыш Будет в описании Не упускайте свой шанс Выиграть И сэкономить Я пойду Угу Великолепно А, начальник И он всегда так Я, кстати, Игорь Бля Ко всему этому великолепному разврату Очень быстро Подтянулась киноиндустрия Кино, как явление, появилось в начале 20 века А к середине 20-х годов Это была уже огромная индустрия Которая в год Выпускала в прокат По 800 фильмов Universal Studio Paramount Pictures Warner Brothers Не путает просто с Brothers Metro Golden Mayor Columbia Pictures Все эти студии уже шарашили на полную И все они снимали фильмы про жизнь На широкую ногу Про невероятные приключения каких-нибудь богачей Про красивых женщин Про роскошь Автомобили И все такое Из экранов транслировался образ предприимчивого И упорного американца Который телеграммно справляется со всеми трудностями И олицетворяет эту непонятную Но очень интересную американскую мечту Как референс Можно взять фильм Великий Гэтсби И по посылу И по транслируемому образу жизни Фильмы того времени были Очень похожи на него Все они были про успех Про деньги Про шикарную жизнь И про любовь И с такой точки зрения Страна выглядела как Один большой праздник Особенно для тех людей Кто жил в других странах Во всем цивилизованном мире Напоминаю На тот момент Разруха Последствия войны Голод Боль И безработица И для всех людей Кто жаждал красивой и мирной жизни США была идеальной страной Где вечный праздник Перспективы И успех Велкам ту Юсэй Мо бойс Ви алреди хэв Здесь Огромные перспективы Как же я заебался Ёб твою мать Само собой В страну Устремились потоки иммигрантов Со всех концов мира И из Европы И из Европы в том числе Никаких перспектив Тогда в странах Европы не было Только разбитые города Безработица И выжженная земля Поэтому люди собирали чемоданы Хватали свою семью под мышку И покидали родные Но разбитые дома В надежде на лучшую жизнь В стране вечного праздника Одной из стран Из которой массово валили люди Была Италия Если взять отрезок С 1880 по 1915 Года То за этот период В общей сложности В США перебралось 13 миллионов итальянцев Бежали они из страны Не только из-за войны А из-за кучи Внутренних проблем В этот контекст Мы пока не полезем В этом материале Он нам не понадобится Сгоняем мы в него На красной Феррари Как-нибудь потом Когда будем говорить Про автопром Италии Я как представлю Сколько раз за документалку Про Италию Мне придется сказать слово Феррари Аж вот бросает Для нашего текущего рассказа Нам важно вот что Итальянцы Валили в США на заработки И в надежде на лучшую жизнь Как в Россию Едут люди со всего СНГ Так и итальянцы Ехали в Штаты Рассчитывая выполнять Какую-нибудь тяжелую работу Которая вообще не требует Каких-то дополнительных навыков Или образования Селились все эти ребята В одном районе Нью-Йорка В Нижнем Иссайде И местное население Даже называло этот район Маленькой Италией Только у этой Маленькой Италии Было такое же маленькое отличие От настоящей Италии Иссайд был натуральным гетто Полная противоположность Ожиданиям и голливудским фильмам По грязным улицам Шастали американские хулиганы В одной квартире Жило по 50-80 иммигрантов Нет отопления И туалетов Этот район Был олицетворением нищеты У всех новоприбывших иммигрантов Ожидания о веселой И беззаботной жизни Растворялись моментально Работу найти сложно С нормальной зарплатой Тем более Живешь ты хер пойми где И окружают тебя хер пойми кто Ну, иногда из соседних комнат Доносилась знакомая Мамма миа Ну ёптвою мать Изабелла Но на этом Напоминания о далекой родине Заканчивались Притом, надо понимать, что ребята жили с чувством личной ответственности Каждую за свою семью Которую они самостоятельно привезли в такие условия Условия, которые вообще не совпадали с их ожиданиями Фактически ситуация была нифига не лучше, чем на родине А то и хуже Но первое поколение переселенцев В большинстве своем верили и надеялись Что тяжелым и упорным трудом Их американская мечта исполнится А вот их дети Как-то не очень верили в честный труд Что в целом-то и понятно Никаких примеров, когда упорный труд был оценен по достоинству Они не видели Представьте Вам 8 лет Ваш дом разгромили во время войны Родители вас собрали Сказали, что мы сейчас поедем в новую страну И заживем хорошо Вы едете через океан в трюме Который набит людьми, как селедки в бочке Все голодные Дети плачут и орут В трюме холодно и неудобно Но вы терпите Ведь вы сейчас приплывете И все это закончится Как страшный сон А нет Вы приезжаете в какую-то обшарпанную квартиру Там точно так же холодно Куча народа И примерно такой же запах Родители вкалывают с утра до ночи Чтобы заработать на кусок хлеба И вы их почти не видите В итоге Вы ребенком Становитесь предоставлены Сами себе Вы не знаете языка У вас нет друзей и знакомых А местные Вас дразнят Избивают И отнимают ваши скромные деньги А где-то там За пределами твоего района Есть красиво одетые Сытые дети С красивыми игрушками И которые ездят на других автомобилях И вы вроде бы с ними в одном городе Так близко, что можно рукой потрогать Но между вами целая пропасть Вы смотрите На своих уставших родителей Грустно возите ложкой В пустой похлебке И думаете Что же надо здесь сделать Чтобы жить так же весело И счастливо Как богачи в соседнем квартале Все, что тебе нужно для успеха Это завести свой онлифанс И зарабатывать на дрочилах Единственный пример Перед вашими глазами Когда итальянец достигал успеха Это какие-то странные ребята на улицах Они ходят в длинных плащах Курят дорогие сигары А на мизинце Мелькает перстень С камушком в несколько тысяч долларов И от них даже не пахнет так же Как от вашего соседа по общаге И что самое важное Они одной с вами крови Среди них полно итальянцев Но почему-то Они не живут в латюге По соседству с вами Они живут в теплых И современных квартирах В новеньких небоскребах Или снимают номера В пятизвездочных отелях А также ездят на блестящих И хромированных автомобилях Но почему-то Этих ребят Недолюбливают ваши родители И соседи по квартире А когда вы идете с родителями И встречаете таких парней на улице То мама Начинает сжимать вашу руку крепче А вы Автоматом сжимаете булки И даже если родители Вам ничего не объясняют То вам все понятно и без слов И вы уже видели этих ребят У себя на родине И вы знаете Что это мафия В этом моменте Надо накинуть Немного контекста Про итальянскую мафию У себя на родине В Италии Ребята называются Коза Ностро Что в переводе с итальянского Означает Наше дело Идея в том Что изначально Мафия появилась Не как криминальная группировка А как некая Организация Которая занималась Защитой местного населения В Италии На протяжении Многих веков Начиная аж С 14 века Была нестабильная власть Север Италии Постоянно воевал с югом Плюс на страну Постоянно нападали Арабы Французы Испанцы И так далее В какой-то момент Ребят с юга Все это достало И они организовали Де-факто Свое подпольное правительство Которое И называлось Коза Ностро Наш регион Это наше дело Идите нахер Официально Конечно же Мафия Не была правительством Но реальная власть Была почти полностью У них в руках В 19 веке Северо-юг Италии Все-таки объединились И официальная власть Стала очень сильно Давить местные группировки Заставляя уходить И естественно Когда правительство Вместе с полицией Объявляют на тебя Охоту Первое, что приходит на ум Валить из страны А валить куда? Конечно же В Штаты Мафиози Также Перебирались Целыми группами С которыми Вели дела У себя на родине И в новой Для себя стране Они тут же Окунались В криминальную жизнь С головой Терять-то нечего В родной стране На тебя объявлена Охота А тут Страна возможностей Главное Быть дерзким И не ссать И тогда все получится О, да почти нельзя встать Подожди, подожди Нет, не говори мне этого Я все Я теперь настоящая матья из ютуба Изя, блять Такая была жизнь в Штатах в 20-е годы С одной стороны, пир, праздник и веселье А с другой, нищета, холод и голод И вроде бы, как бы грустно это не звучало Но это нормальное положение дел для богатой страны В которую переезжает большое количество беженцев И иммигрантов с других стран Всегда будет жирующая, пирующая прослойка успешных, богатых и красивых верхов И обделенная, голодная и серая прослойка нищих Кто хочет так же урвать себе кусочек счастья Но случилось событие, которое полностью перевернуло эту картину И которое подарило долгожданный шанс на билет в лучшую жизнь для тех Кто всей душой жаждал этого Грянул сухой закон Начнем сначала Вы сказали, что магазины у вас вызывают панические атаки А также неистовое желание провалиться сквозь землю Как так получилось? Да, доктор Начнем сначала Придемся на три месяца назад Когда я благополучно потерял свой телефон Это же должно было когда-нибудь случиться Продолжайте и не паникуйте Ну, а когда люди теряют телефоны Как им работать? Как звонить? Я же не могу позвонить по руке, да? И мне пришлось... Выбирать Я отправился в торговый центр А помимо того, что там много людей Там много телефонов Я пришел, их там просто тысячи И, знаете, это так тяжело Там мегапиксели Пиксели Мега Куалком и Снэпдрэгон Я... Я об этом вообще не понимаю Вот у вас айфон А там хуавей К xiaomi Что это такое? Что это? По-разному Я вот так Три месяца назад выглядел Похож? Нет, конечно Мне уже консультанты звонят Там Марина, Федор, Сергей Я не знаю Они на день рождения зовут Я до сих пор не могу Выбрать Я вас услышал В целом Случай, правда, тяжелый Но У меня есть решение Е-каталог Доктор Вот каталог Нет Я говорю про Е-каталог Там вы можете найти нужный вам товар Узнать про него все И даже сравнить его с другими товарами Без похода в магазин А Телефон Тут телефон Статит Можно? Да, конечно Там есть целый раздел со смартфонами Которые также делятся по сегментам Игровые Флагманы Слушанной камерой Какие угодно А если мне нужен Телефон С особыми параметрами То вы можете их указать В подробном фильтре Е-каталога В нем вы можете указать Множество параметров Типа от бренда Объема памяти До матрицы И толщины А если какой-то из параметров Вам будет непонятен Рядом с полями Есть справка Которая вам подскажет Что это такое А также на Е-каталоге Есть много различных материалов Которые помогут Вам определиться с выбором И рассмотреть устройство поближе А на странице товаров Всегда есть отзывы Реальных покупателей Ну вот мы добавили параметры Представляем А у меня появляется Огромная Вот такой Выбор телефонов Как его выбрать-то? Сравнить модели на сайте Выбираем все интересующие вас модели И получаем таблицу сравнения И в ней сразу видно Что лучше по характеристикам При этом внизу таблицы Будет еще одна таблица С динамикой цены на модель Ну вот Выбрал я телефон А там-то Цен-то куча Как мне это определиться-то? Чтобы купить устройство выгодно Нужно открыть страницу этого устройства И перейти в раздел с ценами И там вы увидите кучу магазинов Где можно купить данное конкретное устройство И эти магазины Можно сортировать Как по рейтингу Так и по цене А помимо смартфонов На Е-каталоге можно выбрать Хоть наушники Домашнюю технику И хоть зимнюю резину Получается Аргументы Все исчерпаны Вот и я о чем А вы В описании под роликом Найдете ссылку Со сравнением всех популярных флагманов На Е-каталоге Переходите И ищите товары Еще удобнее Доктор А вы с кем разговариваете А я не доктор В предыдущей нашей работе Про экологию Нефтяную промышленность Электрокары Мы уже говорили про сухой закон И кто-то сейчас из вас может такой Ой, где ты это уже слышал Че там Темы у тебя закончили Что ли Че, мтер Про одной Тоже будешь рассказывать И да Вроде бы мы с вами уже говорили Про запрет алкоголя в штатах Но так как это очень сложный вопрос И очень интересный период жизни штатов Который совпал с периодом зарождения Автомобильной промышленности Вполне возможно Что мы и в будущих наших работах Тоже будем возвращаться к нему Если это будет необходимо А в этом материале Он нам необходим Доверьтесь мне Я профессионал Профессионал-алкоголик В экологии Мы рассказывали про сухой закон С точки зрения нефтяной промышленности И про то Как ребята пользовались запретом на алкоголь Чтобы выдавить всех конкурентов с рынка топлива А если у вас вдруг в голове появляется вопрос А какое отношение алкоголь имеет к топливу То посмотрите документалку Вам понравится Но в этом материале Нам важно то, что сухой закон был выгоден Не только нефтяной промышленности Но и всем большим производственникам того времени Самым главным амбассадором запрета алкоголя Естественно, был трезвенник-язвенник Генри Форд Во-первых, он сам по себе не пил Так как не считал это разумным Во-вторых, пьяные рабочие на его заводах Были для него занозой в заднице А с учетом того, сколько рабочих было у Форда Задница у него была больше похожа на ежа, чем на задницу У Генри Форда были самые современные И отлаженные конвейерные производства той эпохи А конвейер так устроен Что каждый этап, даже самый малюсенький, очень важен Вот представьте У вас огромное производство И вот такая большая человеческая многоножка По сборке Ford Model T И представьте, что кто-то из этих чуваков забухает Или будет на смене с бодуна Естественно, этот человек будет работать медленнее И будет больше косячить И мало того, что весь конвейер начнет работать медленнее Из-за одного человека Так еще и половина продукции после бухого кренделя Пойдет в утиль или на доработку Так как он тупо косячит Поэтому на заводах Форда Был очень строгий запрет на алкоголь Выполнение которого контролировала Специальная внутренняя служба Притом, все это существовало еще и до сухого закона Когда рабочие приходили на предприятия Их сначала проверяли, трезвые ли они вообще А потом, в течение всего дня, контролировали Чтобы никто не накидался Притом, если ловили хоть кого-нибудь пьяным Сразу увольняли нахер И не важно, кто ты Рабочие, мастер-цеха, менеджер Если приперся на работу пьяным То ты это сделал в последний раз Больше ты тут работать не будешь Точка А с учетом того, что условия работы у Форда Были очень крутые Там, типа, высокая зарплата, медицинская поддержка Оплачиваемый отпуск И вот все такое Все боялись потерять свое место И выполняли правила и предписания Трезвые Грустные Но выполняли Джон, пойдем опять эту бар бухать Нет Да в смысле? Последний день, чтобы отдохнуть на неделю, Джон Нет Как можно так скучно жить? Пидор Я под героином Естественно, когда начались общественные обсуждения Надо ли вводить сухой закон Не надо ли Форд был в первых рядах Кто был всеми руками за А такого уважаемого человека с его идеями Просто так нахер послать как бы не получится Если Рокфеллер и вся нефтянка действовали по-тихому Просто спонсируя активистов там И иногда появляясь на больших проповедях святых отцов Форд рубил правду матку Без стеснений При каждом удобном случае Он говорил, что хоть государство и зарабатывает на алкогольных акцизах И пополняет бюджет за счет этого Все равно на дистанции Алкоголь стране не выгоден Так как страдает работоспособность Страдает общество И бла-бла-бла Грубо говоря Вот представьте Что у вас есть парень Я знаю, что это сложно, мужики Да, понимаю Но вы справитесь, я в вас верю Давайте все вместе поверим, что у тебя есть парень Это не так сложно, как кажется Я проверял Короче, мало того, что у тебя есть парень Надо еще представить, что он Сволочь такая Не прочь пропустить вечерком в местном баре бокальчик А то и ведерчик алкоголя Возвращается бухущий под утро На работу вечно опаздывает А то и вовсе забивает пол И естественно ни о каком карьерном росте Продвижении по службе Или просто о приличном месте работы Речи не идет А вы, как уважающая себя женщина Хотите себе шубу, айфон И отпуск на побережье Краснодарского края Вы на это все дело смотрите И особо не понимаете, что с этим делать Традиционные методы вы уже все попробовали По мозгам поездили Сковородкой угрожали Санными, тряпками по дому гоняли Но толку никакого Остается только одно Ныкать алкоголь по всем углам Или вовсе его не держать в квартире Чтобы шансов пригубить не было Пригублять в квартире отныне можно только жену И ничего другого Опять эти вареники Жуть какая Вот примерно подобная херня Происходила на уровне государства Активисты и все остальные персонажи Которые выступали за принятие сухого закона Помимо того, что топили за праведность Целомудрия и вот эти все нахер никому не нужные вещи Еще и мотивировали свою позицию тем Что бухой народ Это неэффективный народ Так как все бухают И веселятся с утра до ночи Работать некому Да и не хочет никто работать Когда вокруг одно веселье Пьянство И полуголые женщины И он посмотрит на мужика Только о работе Я задумался Сразу поплохел А вот если запретить алкоголь То все как протрезевеют Как схватятся за голову Что как же мы так безрассудно жили И как побегут работать И как заработать Ух, заживем Так или иначе В 1920 году правительство принимает сухой закон На серьезных щах подписали какое-то количество бумаг Понаставили там печати и всяких Объявили алкоголь вне закона И разошлись довольные Но спрос-то на товар-то никуда не денешь Американцы уже успели распробовать вкус к красивой жизни К тусовкам и кабаре с танцовщицами И алкоголь был незаменимым атрибутом веселья Без него вот вообще никак А если на что-то существует очень высокий спрос Предложение не заставит себя ждать И вот сначала мафия не понимала Что со всеми этими пирогами делать А потом как поняла Заряжаем автоматы Мы идем спасать ваши горящие трубы Поняли шутку? Марио, горящие трубы Нет, блять, мне 30 лет, а я тут стою и занимаюсь вот этой херней Чтобы ты там посмеялся, ты даже не улыбнешься, скотина Надо понимать, что к моменту запрета алкоголя К 1920 году мафия уже успела окрепнуть Они занимались оформлением иммигрантов Подделкой документов Типа контрабанды оружия и вот всяким таким А ряды служащих на дело семьи Пополнялись за счет все тех же приезжих Которым по сути нечего было терять Подростки, которые жили в гетто Поначалу занимались хулиганством у себя на районе самостоятельно Ну там типа отбирали деньги у кого-то по мелочи Ворвали всякую фигню в магазинчиках И квартирах и так далее Так как у мафии уши были абсолютно везде Особенно в криминальных районах А всех воришков и хулиганах Важные люди были в курсе Если среди общей шпаны появлялись какие-нибудь заметные Или особо отпаянные персонажи Их тут же приглашали на работу в семью Сначала им давали какие-нибудь простенькие задания По типу отнеси вот этот запечатанный пакетик вот туда Сходи поговори вот с этим человеком И напомни ему, что он нам должен денег Вот этому магазинчику Побей витрин, пожалуйста, а то он не хочет нам платить за крышу И все в таком духе А если ты усердно трудился и четко выполнял все распоряжения То у тебя появлялся шанс остаться в семье Вы обвиняетесь в восьми убийствах, пятнадцати поджогах и в излишней любви к макаронам Ваше последнее слово Не, ну а хули они? Если вы сейчас сидите Все такие законопослушные И негодуете внутри себя по поводу Как же так нехорошо получалось Что одни вербовали подростков и молодых парней А эти дурачки, в свою очередь, еще и хотели там работать Глупенькие совсем Так вот, тут надо понимать несколько моментов Во-первых, работать на мафию было очень выгодно Так как это была практически единственная возможность Для людей из гетто выбиться в люди, так сказать Во-вторых, это даже было относительно безопасно Так как, став членом семьи, ты сразу попадал под защиту этой самой семьи Все мафиози держались друг за друга Так как в сплоченности было их главное преимущество перед всеми остальными В-третьих, у мафии был строгий внутренний устав, который все соблюдали Основные постулаты, на которых держался внутренний закон мафии Были примерно следующие Первое Все члены мафии обязаны помогать друг другу в кровном отомщении за оскорбление или увечья Грубо говоря, если кто-то где-то на кого-то быканул Или что-то сделал с членом группировки То за ним придут всей толпой и закопают в землю Второе Все члены мафии обязаны защищать и добиваться освобождения члена мафии Попавшегося в руки правосудия Адвокаты, подкуп, нужных лиц, рэкет, что угодно Но из тюрьмы мы тебя достанем, если ты свой Третье Справедливое распределение доходов от рэкета, контрабанды, ограблений и так далее Если ты рискуешь на задании, то твой риск и труды будут вознаграждены в полном объеме, срок и наличными Четвертое Обязанность хранить тайну под страхом смерти Свои своих не сдают А если кто-то начнет болтать, его закопают очень быстро Поэтому можно быть уверенным в том, что тебя не сдадут Когда ты приехал в страну, в которой ты нахер никому не вперся В страну, в которой ты можешь рассчитывать только на обоссанную халупу в гетто В этот момент и в этой ситуации найти круг людей, кто будет заботиться о тебе с братской любовью Найти прям семью, которая вытащит тебя из любой передряги Очень дорогого стоит И само собой, ради таких людей ты сам спокойно полезешь под пули и в любое месиво Вообще ни секунды не раздумывая Именно поэтому все хотели оказаться в рядах мафии Потому что это была реально семья Опасная, престижная, сильная и честная по отношению к тебе семья Которой так сильно не хватало многим приезжим в чужую страну Семья очень быстро смехнула, что раз уж законными методами поставлять алкоголь нельзя А спрос есть, при том огромный Значит они могут позаботиться об этом Быть вне закона, этим ребятам не привыкать А замутить алкоголь можно было кучей различных путей Можно было вести контрабанду из других стран кораблями Например из Европы или Мексики Можно ввозить через сухопутную границу на автомобилях из Канады А можно самим делать пойло в подпольных заводах прямо на территории США И развозить это дело по стране Помимо итальянских группировок на рынке также промышляли Ирландцы, евреи, американские группировки И просто куча ребят из различных стран, которые объединялись вместе Чтобы захватить как можно больший кусок рынка под себя А также каждая банда выбирала приемлемый для себя путь получения Избыта алкоголя по стране Таким образом стало зарождаться бутлегерство Криминальный рынок алкоголя Пиво, вино и прочие слабоалкогольные напитки Мафию не интересовали Так как они стоили дешевле, чем виски или чистый спирт Заниматься слабоалкогольным пойлом было туп не выгодно Место занимает много, а стоит дешево Поэтому только крепкий алкоголь Либо чистый спирт, который уже разбавляли каким-нибудь компотом непосредственно в барах Надо понимать, что самая ответственная часть всего цикла продажи незаконного алкоголя Была в доставке контрабанды до бара Или до какого-то заведения, которое покупало алкоголь Неважно, где и как ты достал алкоголь В другой стране или сварил свое пойло в какой-нибудь канаве в лесу Самое главное – доставить товар до конечного потребителя Так как только в этот момент ты получаешь деньги Водители, которые занимались непосредственно доставкой, назывались бегуны А все ребята, которые занимались продажей подпольного алкоголя, назывались бутлегеры Были еще муншайнеры На русский это просто самогонщики Ну, типа, прозвище Муншайнер И название Муншайн у самогонки было просто потому, что варили алкоголь в основном по ночам при свете луны Такая вот романтика Самая опасная и ответственная работа была у бегунов, само собой Во-первых, надо понимать, что из-за запрета алкоголь стал очень дорог Прям вот ебать как дорог А так как парням возили либо чистый спирт, либо виски В каждой машине могло быть товара на несколько тысяч долларов А на современные деньги это десятки, а то и сотни тысяч долларов Нормальных данных нет Но вот вам цифра для понимания масштабов рынка Был такой чувак Чарли Лучано Легенда преступного мира Гангстер, мафиози, глава итальянской мафии в Нью-Йорке И его банда была одной из первых и самых крупных Кто прочухал про то, что на алкоголе можно сделать состояние Он был организатором Большой Семерки Огромной организации гангстеров по продаже алкоголя Вот как есть страны Большой Семерки Только Большая Семерка алкогольных группировок За вашу песню, алкошня! Ребята доминировали на рынке подпольного алкоголя Нью-Йорка А на все заработанные деньги они скупали бордели, бары и подпольные казино Через которых только увеличивали сбыт алкоголя К моменту отмены сухого закона Ребята, только на алкоголе зарабатывали под 20 миллионов долларов в год На современные деньги это примерно половина миллиарда долларов Полъярда баксов, с которых тебе не надо платить налоги За которые тебе не надо ни перед кем отчитываться, тупо нал В полярда баксов в год Не всего, а за один год работы чисто по алкоголю И это только одна банда в одном городе Да, самая крупная, но банд было очень много А денег вообще, ёб твою мать, как много на этом рынке С учетом того, что сухой закон существовал 13 лет А теперь представь другую ситуацию Ты водитель И ты возишь у себя в багажнике примерно по 400 литров алкоголя Который стоит дорого и всем нужен Если тебя поймает полиция, тебя посадят Если тебя заметят и поймают конкуренты из другой группировки То тебя, скорее всего, убьют и закопают в лесу А грудь тупо заберут себе Да, с тобой, как правило, всегда ехал напарник А у вас под сиденьями валялась парочка Томпсонов Ну, так, чисто на всякий случай Но в такой рискованной ситуации Когда в любой момент на тебя могут напасть другие мафиози Либо обнаружить полицейские Ты должен быть железобетонно уверен в двух вещах В своем автомобиле и в своих навыках вождения Ты должен вырулить из любой херни Ты должен уехать от любой погони Что в городе, что по тропам в лесу А твой автомобиль должен это выдержать Во-первых, надо решить, на чем ездить Можно было, конечно, накупить спортивных автомобилей Майфия могла себе позволить вообще все, что угодно Но в спорткар алкоголя влезет всего пара бутылок И то на одной из них придется сидеть водителю А вторая как раз для напарника Да и любая машина, которая выделяется из потока Привлекает к себе очень много внимания С такой точки зрения безопаснее было перевозить алкоголь на верблюде Плюс, если что-то отвалится Тебе нужно иметь возможность починить автомобиль в любой канаве То, что обычно отваливается от верблюдов, чинить не стоило То есть нужна вместительная Незаметная в потоке И очень надежная машина И на эту роль идеально подходили Ford Model T Или вот такой грузовичок Ford Model A Так как это были самые популярные автомобили в потоке А также в них было достаточно места, чтобы загрузить туда типа 300-400 литров алкоголя Поэтому вся доставка осуществлялась именно на этих тачках Люблю я жизненную иронию Знаете ли Ведь невозможно вообразить, какой неоценимый вклад в оборот незаконного алкоголя Вонес трезвенек язвенек Генри Форд со своими автомобилями Также надо понимать, что загруженный под завязку автомобиль заметно проседал и выделялся тем самым из потока А также хуже разгонялся и управлялся из-за лишнего веса А когда тебе нужно вот резко-дерзко сваливать от преследования Хорошая подвеска и мощный мотор тебе очень пригодится Поэтому фактически тюнинг стоковых автомобилей в широком понимании забрели бутлегеры Они усиливали рессоры и подвеску, чтобы загруженный автомобиль выглядел так же, как и обычный И к тому же лучше управлялся Да, пустой автомобиль из-за усиленной подвески становился выше обычного Но когда автомобиль пустой, тебе насрать Предъявить-то тебе никто ничего не может А вот полностью загруженный автомобиль должен в потоке быть максимально похож на обычную тачку Плюс полиция гонялась за бегунами на точно таких же Форд Модел Т и Форд Модел А У которых моторы выдавали там плюс-минус 20 лошадиных сил Поэтому бутлегеры растачивали блоки цилиндров Ставили дополнительные либо увеличенные карбюраторы Чтобы мотор отдавал как можно больше лошадей И все эти доработки уравнивали скорость груженного автомобиля А то и увеличивали их по сравнению с обычными стоковыми пустыми тачками Также, когда нужно было доставлять товар в какие-нибудь жутко палевные места Ну там типа в центр города, например Бутлегеры использовали специальные автомобили В которых были сделаны потайные багажники Они немного поднимали уровень пола Делая внизу секретные полости Куда можно было спокойно затолкать алкоголь Различных ухищрений было множество И все развлекались как могли Любая доработка или улучшение автомобиля мало того, что быстро окупалась Так еще и делала перевозку безопаснее для водителей А хорошими водителями мафия очень дорожила Естественно, первого встречного за руль ты не посадишь От водителя и от его навыков и хладнокровности зависело очень много То, что товар стоил дорого, это понятно Если бы при каком-то палеве пропадал бы только товар с одного конкретного автомобиля Никто бы вообще не переживал по поводу Но любая ситуация, когда водитель попадался, сразу за собой тащила целую кучу событий Во-первых, погоня и перестрелка Без боя, естественно, никто не сдавался Когда по какой-нибудь деревне или по городу носятся автомобили Из которых ребята поливают друг друга из автоматов Это немножечко так привлекает внимание Мафия, конечно, была сильной Любое говно могла разрулить Но лишнее внимание никому не было нужно Во-вторых, не обязательно сразу нападать на машину, в которой везут груз Можно же сесть и на хвост, и спалить маршрут доставки А это уже намного интереснее, чем просто один автомобиль Заведение, в котором продавали алкоголь, никому нафиг было не нужно Все и так были в курсе, где тебе могут налить А вот выпалить подпольный завод или склад, с которого отправляли алкоголь Улов намного интересней И для полиции, и для враждующей банды Для сотрудников полиции, само собой, это повод получить повышение по службе Либо не ебаться хорошую взятку За которую можно с гордостью у себя дома золотой унитаз поставить А враждующая банда могла толпой навалиться на склад Перестрелять там всех, забрать весь товар и свалить в закат В-третьих, если водителя удавалось поймать живым Можно было из него вытащить много полезной информации Да, понятно, законы мафии своих не сдаем Но под пытками есть риск, что человек начнет говорить А чем это может обернуться для организации, вообще хер знает В любом случае риск очень большой И выковыривать своего человека из передряги тоже нужно каким-то образом Либо приходить с автоматами наперевес, либо заносить чемодан и денег в полицию Ну, в любом случае, приятного мало Антонио, если мы приехали доводить взятку с автоматом То с чем тогда Вит уехал на разборку? Эй, бедолаги! Мистер Сальери передает вам привет! Поэтому к выбору водителей мафия подходила с хирургической точностью Каждый человек, которому можно было доверить управление автомобилем с грузом Мало того, что должен быть предан семье настолько, чтобы рисковать своей жизнью каждый день ради общего дела Так он еще и должен быть виртуозным водителем Он должен был знать наизусть все дороги, все объездные пути и каждую канаву в том районе, по которому он будет осуществлять доставку Всегда все решения по маршруту должны были приниматься моментально И без навигатора прошу заметить, если ты заметил хвост, у тебя не было времени вспоминать дорогу Ты должен был сразу знать, по какому маршруту сваливать, чтобы запутать преследователей И куда нужно ехать, чтобы от тебя отстали? Или чтобы тебя могли защитить в конечном пункте? Ты должен одинаково хорошо управлять автомобилем на асфальте, на разбитой грунтовке, в лесу, в поле, на каких-то неизвестных тропах и так далее Ты должен знать их настолько хорошо, чтобы ты мог ехать ночью в лесу с выключенными фарами Чтобы не привлекать к себе внимания и чтобы у тебя были шансы скрыться от погони Ты должен управлять автомобилем одинаково хорошо и в жару, и в проливной дождь, и по снегу, и по льду А с учетом того, что ты везешь загруженный грузовик, а не спорткар какой-нибудь Ты должен чувствовать автомобиль своим нутром, а не просто уметь там поворачивать или газовать Поэтому, если ты становился водителем мафии, тебе нужно было постоянно тренироваться и оттачивать свои навыки А где ты это будешь делать, с учетом того, что автодромов и специальных площадок не существует? Ты будешь тренироваться в полях, в лесах и на улицах города, само собой В любую свободную минуту водители носились везде, где только можно было Чтобы чувствовать пределы своего автомобиля кончиками пальцев И естественно, за весь риск, который брали на себя водители и свои таланты, они получали очень хорошие деньги Такое жалование даже и близко не снилось всем людям, кто работал на обычных работах и жил обычной жизнью рядового гражданина Поэтому работать в доставке алкоголя на мафию было пределом мечтания всех повернутых на автомобиле Ты носишься как черт, ты постоянно ездишь по острию ножа, ты всегда в опасности Но если ты адреналиновый наркоман, то это идеальное место для тебя К тому же еще и денег хорошо заплатят Когда ты мчишь в конечный пункт назначения, не для того, чтобы шампусика попить с трибуны на финише А чтобы выжить, ты будешь гнать на все бабки И таких отпаянных было очень много Индустрия-то огромная, и рынок огромный, и он весь в подполье А это значит, что и адреналина, и денег можно получить с лихвой Ведь не стоит забывать, что если есть какой-то очень интересный и заковыристый способ развлечься или убиться То мужчины с удовольствием и в обязательном порядке им воспользуются Куда еду там пластик потыгала, она мое обмает Пацаны, пацаны, я церковь не шел Вся эта вакханалия, как мы с вами уже знаем, продолжалась 13 лет С 20-го по 33-й В 33-м власти наконец-то отменят сухой закон И за этот период огромное количество людей было убито, пропало без вести И все это в погоне за алкоголем, деньгами и адреналином Но еще большее количество выжило И за эти 13 лет появилось и сформировалось очень большое количество водителей Которые жили каждый день на пределе На пределе своих возможностей, на пределе возможностей машины И на пределе здравого смысла А когда сухой закон был отменен И алкоголь стал снова легален Естественно, вся эта огромная масса водителей С их навыками осталась не у дел Бизнес, само собой, никуда не делся Это понятно Возить алкоголь туда-сюда все еще было нужно Но пропала самая важная часть работы Адреналин Тебе больше не надо было гнать, как сумасшедший За тобой больше никто не гонится Ты точно знаешь, что ты выживешь на этой неделе И тебе даже автомат больше не нужен на работе Скука смертная И как американское общество хотело продолжение банкета В тот момент, когда запретили алкоголь Точно так же все эти бешеные водители хотели продолжать гнать на полную Когда этот закон отменили И само собой, вся эта энергия Все это желание драйва и адреналина Не могло просто так испариться в воздухе Оно должно было во что-то вылиться И благодаря этому желанию большого количества людей Жать на педаль газа и чувствовать скорость Появился новый виток развития автомобильной культуры Виток, который был насквозь пропитан Машином маслом, бензином и адреналином Итак, мы с вами в первой половине 30-х годов США На дорогах всей страны есть огромное количество Скучающих по былым временам водителей Которым особо нечем заняться В стране бушует Великая депрессия Это масштабный кризис, который утащил на дно Всю экономику всего мира в конце 29-го года И который породил тотальную безработицу А если у кого-то и осталась работа То былым весельем и деньгами там и не пахло Да, у прошлой работы были свои минусы Могли убить, могли посадить, могли товар отобрать Но платили-то хорошо И работа интересная И коллектив огонь А теперь, буквально за пару лет Все кардинально изменилось Безработица в стране на уровне 25% Доллар дешевеет Но у заметного количества людей еще остались хоть какие-то сбережения И автомобили на руках Которые можно использовать ради веселья Твою жажду скорости и твой талант управления автомобилем У тебя никто отнять не может И таких людей на улицах тысячи К тому же не существовало никаких правил и понятий Что гоняться на улицах и дорогах города нельзя Все головой понимают, что это опасно Но бюрократическая машина пока еще не успела добраться до автомобилей И никаких законов нет Все только в разработке И культура безопасного вождения еще не сформировалась как таковая Грубо говоря, вот как сейчас у нас происходит с электросамокатами Все понимают, что игнорировать их нельзя Что их становится все больше и больше Что есть особые индивидуумы, которым религия не позволяет верить в законы физики И все, надо бы как бы загнать в рамки ПДД Но законы надо прописать, с кучей должностных лиц согласовать Поправки внести, назначить людей, кто это будет контролировать И прочие бюрократические проволочки А обычным гражданам пока что остается только ловить охуевоз От летящего на 70 км в час самокатчика на МКАДе Вот с автомобилями в 30-х была примерно такая же картина Никакой инфраструктуры нет Треков нет, автодромов нет Только дороги внутри города, по которым ходят люди А также дороги за городом На которых гоняться было не так интересно Так как ни зрителей, ни соперника у тебя в этот момент не было И все отбитые водители, естественно, регулярно и очень наглядно Упражнялись на дорогах общего пользования в замерах у КОПИСИ он длиннее Также надо понимать, что Америка страна большая И в разных регионах все упарывались по-разному В зависимости от ландшафта и автопарка под рукой В паре часов езды от Калифорнии в штате Юта было уникальное природное явление Высохшие соляные озера, которые местные называют солончаками Например, одно из таких озер, Баневиль Это 300 квадратных километров идеально ровного покрытия Особенно по сравнению с дорогами того времени Фактически природа сама позаботилась, и ничего не надо строить У тебя есть просто огромная площадь идеально ровного покрытия На которой можно хорошенечко угореть по автомобильному Поначалу эти озера использовала только Автомобильная ассоциация Америки Сокращенно ААА Они там устанавливали скоростные рекорды и занимались другими различными видами писькомерства Автомобильная ассоциация — это, по сути, такой клуб аристократов в Автомире Который был основан еще в бородатом 1902 году В то время автомобиль мог позволить себе только состоятельный и уважаемый человек И понятно, что простых ребят в автомобильной ассоциации дупо не было Собственно, ребята из ААА постоянно гонялись на скорость по этим озерам Устраивали какие-нибудь локальные мероприятия чисто для членов организации А также устанавливали официальные рекорды скорости Когда автомобили стали появляться у большого количества людей И простые парни тоже стали приезжать на солевые озера, чтобы погоняться ААА их вообще никак не воспринимало всерьез В их картине мира любые заезды или замеры скорости котировались только в том случае Если они проводились под флагом ААА А на все остальное не стоит обращать никакого внимания Простым любителям не давали участия в официальных заездах и замерах В них могли участвовать только члены ассоциации Но желание гоняться-то у людей ты никуда не денешь Поэтому когда озера были свободны и на них не проводилось никаких мероприятий ААА Все самоучки направлялись на солончаки Запретить-то это никто не мог И парни собирались Кто на чем Кто на своей Кто на семейной А кто-то одалживал у знакомых И, собственно, выясняли, кто из них быстрее Сначала на озера гоняли по одному-два человека Потом стали приезжать уже группами А через какое-то время можно было заметить целую колонну автомобилей Кто с утра ехал жечь бензин на солончаки Чтобы присоединиться к этой любительской тусовке автомобилистов на озерах Не нужно было иметь много денег или влиятельных связей Тебе нужен был только автомобиль И определенный уровень безумия в глазах С безумием у человечества никогда проблем не было Это понятно Но и с автомобилями на самом деле в то время тоже никаких проблем не было В 1930-х уже был рынок БО автомобилей И большую часть вторичного рынка, естественно, занимал Ford Model T В самых различных вариациях Без покрышек, без дверей, без крыльев, без мотора и так далее Можно было отковырять автомобиль на какой-нибудь свалке за 4 доллара На современные деньги это примерно 100 долларов Ну то есть бесплатно Парни покупали эту груду железа Которая когда-то была в Ford Model T И начиналось веселье Ты покупаешь себе помойку за бесплатно И идешь на другую помойку искать запчасти для своего сокровища по цене Примерно бесплатно за килограмм деталей При этом детали тогда искали по всем свалкам города И там можно было найти абсолютно все Колеса, поршни в мотор, коробки передач, детали кузова, что угодно Надо понимать, что интернета нет Специализированной литературы тоже Спросить что-то не у кого Вы толпой шаритесь по помойкам Находите что-то похожее на деталь для вашего автомобиля И думаете, куда это вообще засовывается Это, бля-то, бля-то, ну что Это просто провалится туда Попровалим Фактически, ребята в 30-х собирали огромные конструкторы лего Только у них не было красивой коробочки с разложенными деталями и инструкцией внутри У них была только своя помойка на колесах А возможно и без них Огромная свалка из деталей за соседним гаражом Которые чисто в теории могут куда-то там подойти для твоего железного коня И никаких инструкций по поводу Но, чтобы парней было из важного У них было огромное желание собрать из этого безобразия Хоть что-нибудь, что может ехать и попасть в тусовку автомобилистов на озерах Что сто лет назад, что сейчас молодые парни очень падки на какие-нибудь некрухи С той мыслью, что своими руками можно такую соску сделать Ух, а весь район офигеет И вот когда наступал долгожданный момент Когда все свалки города исследованы Когда собран весь комплект деталей Когда вы с Михалычем провели кучу бессонных ночей в гаражах или у себя во дворе Устанавливая все это на свой автомобиль, чтобы оно хоть куда-нибудь, хоть как-нибудь поехало Нужно ехать на солончаки и проверять свои конструкторские идеи Надо понимать, что у парней не было задачи собрать из говна и веток Ford Model T в том виде, в котором он когда-то вышел с завода Им было плевать на то, как оно выглядит И похоже ли оно вообще на автомобиль Им было плевать, комфортно ли в салоне и все ли тут вообще работает Единственная метрика — скорость А все остальное идет в жопу Огромные колеса, которые были больше стоковых Снятые крылья, отсутствие крыши, прямоточный выхлоп Расточенные или увеличенные карбюраторы И самое важное — измазанный с ног до головы в моторном масле водитель Который весь светился за рулем своего творения И это уже был не автомобиль Это был Hot Rod Фактически, до сих пор не существует точного определения для термина Hot Rod Кто-то называл Hot Rodами самодельные корчи, которые парни ковыряли у себя в гаражах Кто-то брал обычные серийные тачки, раздевал их до гола, ставил мотор побольше И тоже называлось ее творение Hot Rodом Книжные черви и другие задроты до точных формулировок До сих пор спорят, что имеет право называться Hot Rodом, а что нет Но нам эти споры не важны Для нашего повествования важен тот факт, что в 30-х появилась новая субкультура Отпаянных автомобилистов, которые хотели достигать максимальных скоростей Вкладывая в это как можно меньше денег И началась эта движуха с парней, которые покупали за 3 копейки самые мертвые автомобили на местных помойках И своими руками превращали их в болиды, которые могут разгоняться до невозможных скоростей И если стоковая Ford Model T максимально разгонялась до 72 км в час То Hot Rod на базе той же модели мог разогнаться до 160 км Вот представь, ты в своем гараже собираешь машину из говна и веток, которая едет быстрее и лучше, чем вся современная продукция BMW, Mercedes или Audi И не просто чип навалил у местного Вазгена или турбину побольше заказал в интернете А сам руками полностью с нуля и без инструкций собрал свой собственный автомобиль Ты сидел и думал, что тебе нужно убрать, что тебе нужно добавить, какая кузовная деталь или механизм тебе не нужен А что нужно наоборот найти на помойке, допилить своими руками с напильником, чтобы сделать свою машину быстрее И что самое важное, у тебя получилось И то, что ты сам сделал, едет наголову быстрее и лучше, чем продукция огромной корпорации Ты в одиночку, своими масляными руками, в своем гараже или дворе утер нос всем конструкторским бюро и производственным линиям здоровенной компании И у тебя есть этому доказательство, которое просто уничтожит любой автомобиль Ford на соляном озере Приятное чувство? А парни им упивались с утра до ночи А в 1932-м Ford выпускает свой Model A с V8 на 6,6 литров объемом И сообщество тюнеров-самоучек просто сходит с ума от него Если раньше парни рисовали карандашом на полях в школьной тетради, то сейчас дедушка Ford принес им холст и 8 тюбиков с красками И с этим мотором парни смогли творить просто невозможные вещи Планки в 200, 250, а то и 300 км в час пробивались просто на изи И это в 30-х, на тачках, которые пацаны у себя в гаражах наковыряли Естественно, со временем весь этот замер пиписьками стал привлекать к себе внимание общественности Кто-то просто приходил поглазеть на неформальные заезды как зритель Ну там типа мальчишки и подростки смотрели на гонщиков-самоуча как на своих героев А старики приходили и удивлялись чудо-технического прогресса А одновременно с этим еще молодые парни активно вливались в движуху и хотели занять свое место в рядах отпаянных Важно понимать, что это были не просто машинки и кучка энтузиастов Это было целое движение Официальные сообщества по типу ААА не принимали самоучек в свои ряды Но хатродерам это было и не нужно Они были настоящими рок-н-ролльщиками, антиграундным движением Которому было плевать на мнение общественности и официальных организаций Парням нужна была только абсолютная скорость А все остальное спокойно и без лишних сожалений отправлялось нахер Им нравилось идти против системы, они были настоящими бунтарями, которые умели делать автомобили лучше Чем все автомобильные компании Детройта вместе взятые И у них были доказательства в виде автомобилей и тех скоростей, которые они на этих автомобилях достигали Но мы с вами помним, что сухой закон, мафия и огромное количество скучающих водителей были по всей стране А высохшие озера Баневиле были центром притяжения только в северо-западной части страны Так как они тупо там находятся У других штатов подобных полигонов не было А упарываться-то хотелось И скорости жаждала вся страна, а не только северо-запад Поэтому давайте посмотрим чуть внимательнее на то, что в то время происходило в других концах страны Если посмотреть на США как на страну в исторической ретроспективе, то можно заметить, что внутри страны есть два полюса Это условный север и условный юг Тут я имею в виду разделение не по географическому признаку, а по образу жизни людей, по культуре внутри общества и по экономику Вот, грубо говоря, как у нас в стране есть такое условное разделение по уральским горам, что все, что западнее у нас, это условно-центральная-западная Россия со своим укладом жизни А все, что восточнее, это Сибирь и Дальний Восток, где люди вообще по-другому живут Только разница в том, что у нас вся страна управляется из центра, и регионы между собой особо сильно не враждуют А в штатах более децентрализованное управление, и по большому счету каждый штат сам себе хозяин И внутри страны есть прям противостояние между большими регионами Опять же, грубо говоря, южные штаты по типу Техаса, Флориды, Вирджинии и так далее Это преимущественно сельское население, и экономика там преимущественно аграрная И по мнению севера страны, на юге живут всякие деревенщины и ковбои, которые целыми днями гоняют коров, играют на банджо и насилуют свою сестру Есть даже специальное название вот такого типажа — реднак Реднак в прямом переводе — это красная шея, которая у вас загорает по одежде, если вы постоянно корячитесь в поле на юге страны На севере страны реднаков нет, так как там тупо столько солнца нет, и в полях никто жопай кверху не стоит Короче, в американском сленге реднак — это прям такое оскорбительное обозначение типичного деревенщины с юга Север — это полная противоположность Нью-Йорк, Пенсильвания, Детройт и так далее Все это сугубо промышленное, сугубо капиталистическое, сугубо пробабки И воздух на севере страны сплошь пропитан возможностями, желанием добиться, урвать свое и достичь успеха Именно на севере была вся промышленность, все фабрики, все производства и так далее Все в костюмах и торопятся Сестер никто не насилует, всем на работе ебли хватает Притом, это противостояние — это не как у нас с Дальним Востоком, типа просто шуточки, что они там все с рулем из бардачка на распиленных автомобилях ездят А у нас тут сплошная оргия в гаражах с немецкими бабушками и дедушками Нет, в Штатах ребята прям воевали Натурально В конце 19 века в США была гражданская война, которую называют еще войной севера и юга На тот момент, на конец 19 века Север — это земля будущих предпринимателей и предприимчивых людей Кто ехал в пустую часть страны и своими руками там строили свой будущий мир А юг — это потомки европейских аристократов Большая часть из которых были богатыми землевладельцами Которые владели огромными плантациями с целыми поселениями рабов Которых их предки когда-то притащили из Африки ковыряться в поле на господина Север хотел по всей стране вводить большие налоги на все ввозимые товары Чтобы защищать свою молодую промышленность А югу такие приколы вот вообще не нужны были Грубо говоря, логика следующая Если поставить высокие налоги на ввозимые товары То они будут дороги для конечного потребителя Так как внутри цены у вас будут налоги И из-за этого они будут пользоваться малым спросом А своя продукция, наоборот, будет дешево Так как в ней налогов не будет А это хорошая возможность для того, чтобы развивать свою промышленность И свои производства, которые стояли на севере А на юге в каждом углу растет куча своего бесплатного говна Сена, зерна, табака и всякого такого Поэтому он хотел торговать со всеми без налогов и пошлин Плюс одним зерном ты сыт не будешь Надо много чего другого еще закупать А закупать это с высокими налогами никому не хотелось Плюс отмена рабства Север весь такой современный, прогрессивный Считал, что труд должен быть оплачиваемым Все люди равны И только так можно дальше развиваться А у юга вся экономика строилась на неэффективном Но так и бесплатном рабском труде Поэтому им вообще такая перспектива не улыбалась Вот живешь ты У тебя огромная плантация На ней растет хлопок, пшеница, кукуруза, табак, всякое такое У тебя несколько особняков Конюшни, охотничьи собаки и прудик с утками Кроссовок Nike только не хватает Все твои потребности закрывают рабы Они готовят, убирают, сидят с твоими детьми Работают на твоих полях Следят за конюшней Возят тебя на светские приемы и всякое такое Твое дело ходить по своему поместью с деловым видом и давать указания Тебе вообще ничего не нужно делать руками Тебе даже шнурки будут завязывать, если ты совсем обленился Могут даже и супружеский долг за тебя исполнить Если вот прям настолько впадлу А тут тебе заявляют, что твоя собственность и рабочая сила Это теперь свободные люди С правами, зарплатой и личными границами Само собой, южане северу ответили Охуеть, вот это новости! Вы отлично, конечно, придумали! Где мое ружье? Война началась в 1861 году И продолжалась 4 года До 9 мая 1865 Просто забавное совпадение Никаких параллелей Не шути, блядь, про 9 мая Не смей, блядь, нет! Южане в этой войне проиграли Им пришлось перестраиваться под линию севера Богатых владельцев плантации разорили А на их месте стали появляться самостоятельные фермеры Которые арендовали землю у правительства и работали на ней А чуть позже на юге развернулось строительство железных дорог Фабрик и разных сельскохозяйственных производств А весь регион, так или иначе, начал жить по правилам рыночной экономики До сухого закона В южных штатах можно было заработать только двумя способами Брать землю в аренду под ферму И надеяться на удачу Или идти работать в небольших городках на маленькие производства Которые по темпу развития очень сильно отставали от промышленного севера Плюс, в 1920-м автомобили уже были очень распространены на юге В хозяйстве было очень сложно без автомобиля Поэтому на юге мальчишки и даже девочки умели водить автомобиль с 10-12 лет Это была такая же обязанность, как уметь собирать урожай, доить корову Или там, работать в огороде И помогать сестре стирать Я застряла А еще как застряла И когда грянул сухой закон Многие фермеры обрадовались Ведь можешь же гнать самогон и зарабатывать на этом огромные деньги Ну то есть в укладе жизни ничего не меняется, просто начнем зарабатывать деньги Алкоголь же по большей части делается из зерновых Поэтому очень большое количество подпольных заводов по производству алкоголя было сконцентрировано на юге Фермер собирал урожай, делал что-то похожее на виски Или просто откровенную самогонку муншайн И отправлял его в ближайший крупный город Но сам-то возить не будешь Это опасно и времени много занимает Тебе товар нужно производить Поэтому фермеры нанимали молодых ребят для перевозки Ну, либо просто работали с мафией А они уже сами занимались поиском бегунов Но главный прикол сухого закона в том Что его хоть и отменили там в 1933 В южных штатах он сохранялся еще много лет Каждый штат управляется же по-своему И решение об отмене сухого закона в конкретном штате тоже принималось на местах Например, в штате Миссисипи он действовал аж до 1966 года Поэтому бутлегерство, бешеные бегуны на дорогах И вот это все на юге сохранялось сильно дольше, чем на севере А даже если в каком-нибудь штате закон отменяли Люди все равно продолжали делать паленый алкоголь и продавать его Так как все уже просто отвыкли платить налоги и акцизы Когда ты занимался паленым алкоголем Во время сухого закона тебе угрожало две вещи Мафия и тюрьма А после отмены сухого закона за торговлю левым алкоголем Тебе светила только тюрьма Отлично, снижение рисков бизнеса, пацаны Продолжаем Ко всей этой картине надо понимать, что Плотность населения на сельскохозяйственном юге Была сильно меньше, чем на промышленном севере Поэтому простора для желающих погоняться было сильно больше И в отличие от севера Юг власть не любил Поэтому бегуны в глазах обычного населения А особенно в глазах мальчишек Были вообще героями На уровне вселенной Марвел Ты, как водитель, все такой же искусный наездник железного чудовища прогресса Но при этом весь такой вне закона Весь такой из себя олицетворяешь протест южного населения Против гнусных капиталистов Которые пришли тут несколько десятилетий назад И обосрали нам всю малину Вдвойне герои Подростки и молодые парни точно так же равнялись на бегунов Так как они считали их настоящими мужчинами Для того, чтобы быть бегуном Нужна была смелость, водительский талант И постоянное желание пойти на риск А если ты не обладал такими характеристиками Чтобы зарабатывать деньги бутлегерством То ты мог хотя бы купить себе любой кривущий автомобиль У какого-нибудь фермера Чтобы хоть немного приблизиться к своему герою В свободное время, само собой Бегуны устраивали заезды между собой Точно так же, как и на севере Фактически, на юге С точки зрения автомобильного сообщества Происходил ровно такой же процесс, как и на севере Официальные автомобильные сообщества По типу ААА в упор не замечали любительские заезды А народ, кто не мог представить свою жизнь без автомобиля и скорости Угорали как могли Единственное отличие между движухой на севере и движухой на юге Было в лошадях Не в том, что южане тюнинговали лошадей Хотя, возможно, они и в них тоже что-то засовывали А в том, что на юге было очень много лошадей А это значит, что там было и дофига и подробов На которых устраивались скачки, ставки на победителей Вот эта вся фигня Развлечений в поле все-таки раз-два и обчелся Да и все-таки сестре нужно иногда передохнуть Поэтому парни гоняли лошадей по кругу И, естественно, как только все поняли Что за автомобилями наблюдать намного интереснее, чем за лошадьми Да и водителям по кругу гоняться друг с другом прикольнее Все тут же ринулись на ипподромы носиться на железных конях Люди съезжались со всего штата Чтобы хотя бы раз в жизни увидеть заезды вживую Ведь ни радио, ни телевизора в большом объеме еще не существовало И что-то увидеть ты мог только живьем А с учетом того, что люди в то время совершенно спокойно могли прожить всю свою жизнь тупо на ферме И ничего кроме коровы больше в жизни не увидеть Когда до кого-то доходили новости, что в такой-то день на ипподроме будут гоняться на скорость местные водители Ты бросал все свои дела Бросал сестру и в обязательном порядке гнал на ипподром Плюс, надо понимать, что все водители, которые участвовали в заездах Это все местные парни, которых все знают Так как все жили на одной улице или на соседних фермах Мало того, что все друг друга знали Так зрители еще и искренне переживали за своих любимых гонщиков И где-то внутри души им завидовали Потому что гонщик, который летел со всей дури по кольцу Был абсолютно свободен Он был свободен от своей пыльной лачуги От проблем с деньгами От работы От огромных налогов И от всего прочего говна Только ты, автомобиль, кольцо и линия финиша На которой ты должен оказаться первым И по этим овалам летели свободные, сильные и побеждающие мужчины Мужчины, которым неведомо чувство страха И которые живут с тобой на соседней улице Единственное, что отличало пилотов от обычных людей Это смелость и страсть в глазах И желание выжить максимум из своего автомобиля Поэтому люди на трибунах смотрели на гонщиков, как на героев Фактически они и были новыми героями Героями нового поколения И если бы вы там, сидя на трибуне Спросили своих соседей, кем они хотят стать То ответ был бы один Я хочу быть гонщиком Как на севере, так и на юге Все, что двигало гонщиками Это жажда скорости И желание первым оказаться на финише С одним лишь отличием Что на севере парни неслись Как правило, вдвоем по прямой На соляном озере А на юге толпой по кругу В каждом штате В каждом удаленном уголке страны Потихоньку стал слышен рокот моторов И приближающейся новой эпохи Эпохи, которая пустит американцам бензин по Вене Эпохи, после которой мир Уже не будет прежним Итак, мы с вами все еще находимся в 1930-х годах Когда у страны появляются первые симптомы заболевания Которые называются автоспорт Во всех точках страны То тут, то там Собираются любители Которые хотят знать, кто из них быстрее А также на это выяснение отношений Приходят поглазеть местные зеваки И неравнодушные люди Все гонщики Это либо бывшие бегуны из подполья Либо молодые ребята Которые насмотрелись на своих героев-бунтарей И хотят потягаться теперь с ними на общей трассе Естественно, гонки по кольцу вызывали заметно больший интерес у публики На солевые озера надо было ехать далеко за черту города И тебе в любом случае, как зрителю, нужно было приложить намного больше усилий, чтобы попасть на заезды Пока соберешься, пока доедешь, пока найдешь гонщиков Вот эти все приколы А потом еще до города обратно ехать несколько часов Да и на озере-то кроме машин, собственно, нифига и не было В отличие от ярмарок, которые разворачивались вокруг овалов Плюс, в случае с гонками по прямой Вы все-таки столпились у старта, где стоят гонщики для заезда Потом мужики в машинах нажимают газ и уезжают от вас в точку А вы просто стоите на месте и смотрите вдаль И это что, все? Да Получается, ты позвал меня просто посмотреть на выхлоп? Получается так Вот то ли дело! Трибуны ипподрома Ты сидишь на скамеечке Тебе видно весь овал и все происходящее на трассе Тебе принесли пивас Ты его попиваешь И срываешь горло вместе со всеми Лепота и красота А после того, как заезд закончился Можно было пошататься по ярмарке, чтобы как-нибудь себя развлечь Поэтому, если где-то в округе был ипподром или простой овал Выбор был очевиден Плюс, такой тип трассы очень компактен и довольно прост в строительстве Что позволяло им плодиться в огромных количествах Да и даже бывшим ипподромам было выгоднее перепрофилироваться под гоночные трассы Так как автомобильные заезды собирали намного большее количество зрителей, чем скачки Местные предприимчивые ребята быстро поняли, что на этой движухе можно заработать Если все правильно организовать, так как если есть публика, значит есть и баблишка Бизнес-модель была примерно следующей Ты договариваешься с площадкой, чтобы провести заезд И обещаешь им, что придет огромная толпа Которую надо будет накормить, напоить, все такое На чем площадка, собственно, сможет заработать Потом ты договариваешься с гонщиками, которые будут участвовать в заездах И обещаешь им денежный приз за победу После этого делаешь хоть какую-нибудь рекламную кампанию Чтобы просто проинформировать местное население Что в такой-то момент, в таком-то месте будет проходить гоночный заезд Ставишь цену на билеты, продаешь их Часть со средств ты выделяешь на призы для гонщиков А остальное либо забираешь себе Либо пускаешь в оборот на новые рекламные кампании Чтобы привлечь как можно больше людей на следующие заезды И таким нехитрым образом ты и мероприятия провел И людей развлек, и гонщиков заплатил И у себя на кармане так и оставил пару сотен долларов Моментально, по меркам истории Буквально за несколько лет гонки заняли огромное место в жизни людей Что кольцевые, что гонки по прямой на скорость Входной билет стоил что-то порядка 50 центов Одного доллара в таком районе Это на современные деньги 10-20 долларов А с учетом того, что на подобные мероприятия Спокойно могла прийти толпа в тысячу человек Сформировать призовой фонд в пару сотен долларов Для победителя гонки не составляло труда Напоминаю, ты мог купить Ford Model T на вторичке за 4 доллара Ну или пипец как раскошелиться И купить почти полностью исправный автомобиль за 30 долларов Поэтому мотивация у пилотов была построена не только на эмоциях Ты за один заезд мог заработать свой месячный, а то и квартальный доход Например, служащий полиции, а это довольно уважаемая профессия в Штатах В 30-х годах получал примерно 120-140 долларов в месяц А тут за гонку в воскресенье тебе могут пару сотен отвалить Но есть нюанс Нюанс называется физика Несмотря на то, что ряды увлеченных постоянно пополнялись за счет молодых парней Которые жаждали влиться в тусовку и гонять на пределе возможностей Точно так же эти ряды заметно редели Так как законы физики никто не отменял Их вообще никто никогда не отменял Ну, кроме самокатчиков на МКАДе Когда ты собрал свой пепелац у себя на коленке В своем дворе без инструкции и без понимания о том, как работает конструкция автомобиля В этой конструкции много чего может пойти не по плану А когда что-то идет не по плану на скорости 200 плюс на высохшем соляном озере Или на скорости около 100 км в час в овале Радоваться ты не будешь Ты вообще больше радоваться не будешь Довольно сложно испытывать какие-то эмоции Когда тебя равномерным слоем размазывает по поверхности Любая авария, как правило, заканчивалась смертью для птицы-испытателя А с учетом того, что в автомобилях даже элементарных ремней безопасности не было Алло, это 30-е года При любой аварии, перевороте или чем-то подобном Водитель отправлялся в полет как гордый орел Но при этом полет практически всегда оказывался последним С одной стороны, это очень хорошо подстегивало интерес к гонкам и населения Так как люди очень любят смотреть на то, как кто-то рискует своей жизнью И в погоне за победой может размотаться насмерть в любой момент Но, с другой стороны, количество гонщиков-то все-таки ограниченное Если все тупо перебьются насмерть, то некому будет гоняться А это уже плохо для бизнеса Взывать к здравому смыслу Мол, ребят, давайте как-нибудь поаккуратней, пожалуйста Было бесполезно Не забываем, что мы имеем дело с настоящими адреналиновыми наркоманами Которые, по большому счету, еще каких-то 5-10 лет назад гоняли по лесам с автоматами Томпсона наперевес И взывать к рассудку этих людей не имело никакого смысла Плюс, когда любое сообщество начинает разрастаться Шансы на то, что кто-то из вновь прибывших окажется откровенным мудаком Стремительно повышаются Кому-то было тупо лень ехать на солончаки или овалы Кто-то все-таки побаивался тягаться силами с лучшими пилотами Поэтому фатродеры и мамкины гонщики с района Очень часто выясняли отношения на обычных дорогах Прямо себя на районе Они носились по улицам на своих отродах и тенгованных автомобилях Тренировались в поворотах, на обычных перекрестках И представляли реальную угрозу Как для себя, так и для обычных пешеходов Само собой, общественность негодовала А власти были просто в шоке от таких развлечений Газеты в ужасе постоянно писали о том, как очередные водители Либо убивали сами себя на дорогах, либо убивали ни в чем не повидных пешеходов Полиция вылавливала таких придурков и арестовывала их Чтобы хоть как-то вселить страх в гонщиков И снизить количество опасного поведения на дорогах Но вся эта движуха имела ровно обратный эффект Безумие на дорогах только усиливалось Так как не забываем, что сообщество гонщиков-самоучек Было модным андеграундным движением Которое просто обязано было быть в подполье Против власти и против порядка Они были настоящими бунтарями Которые не хотели никаких правил Потому что правила и ограничения Это не для нас, а для каких-нибудь цыплят Все гонщики, которые видели, как кто-то либо убивался сам Либо убивал других людей Думали про этих водителей, что они просто неудачники и ссыкуны Которые не умеют водить Каждый из них думал, что я не облажаюсь У меня все получится, ведь я умею А они нет, поэтому и попадают в неприятности Ровно с такими же мыслями Пилоты смотрели на все аварии на заездах Если кто-то убивался в овале или напрямой То это не потому, что развлечение само по себе опасное и безрассудное А потому, что они сами виноваты Построили ненадежный автомобиль Или водить не умеют Или и то, и то вместе взятое Каждый участник андеграунда думал, что все ужасы могут происходить с кем угодно Но только не с ним Но! Слава интеллекту! Среди всех гонщиков был человек, который понимал, что гонки должны быть безопасными И, по возможности, не одноразовыми для пилотов Знакомьтесь, Олли Паркс Один из гонщиков движения хот-родов и фанат заездов по прямой Олли очень не нравилось, что гонщики творят дичь на дорогах И к тому же он всегда был за то, чтобы делать заезды более честными И понятными как для пилотов, так и для зрителей Он сам постоянно гонялся на солевых озерах И видел очень много проблем изнутри Во-первых, он понимал, что очень часто Вместо чистого соревнования в скорости по прямой Пилоты выясняли отношения между собой прямо на трассе Результат самого заезда в показателях был не так важен Как показать какому-нибудь конкретному пилоту, что ты лучше его Когда вы вдвоем летите по прямой Неважно, какое расстояние вы проехали Неважно, до какой скорости вы разогнались Важно только одно Кто из вас отпустит газ раньше Кто раньше испугается ощущение, что он ничего не контролирует Тот и проиграл А надо понимать, что фактически никто ничего там не контролировал Все просто давили газ и ждали, пока соперник отпустит свою педаль В таком положении дел, когда пилоты в каждом заезде Гарантированно упираются в пределы своего автомобиля И в пределы своей психики Смертельная авария – это просто логичное следствие Вот представь, ты сидишь за рулем автомобиля 30-х годов Который ты сам наковырял у себя в гараже По сравнению с этой консервной банкой УАЗ-буханка – это верх роскоши, комфорта и управляемости Реально, тремучая буханка, на которую мы сейчас смотрим И вот ты стоишь на линии старта в такой консервной банке С охереть большим мотором, а рядом с тобой В точно такой же своей консервной банке сидит второй такой же придурок И вы сейчас будете выяснять, кто из вас сможет разогнаться лучше И кто папочка, а кто неудачник Вы гарантированно разгонитесь до скорости более 200 км в час А делать вы это будете по огромному высохшему куску соли Который как покрытие очень похож на лед При этом, если ты хоть чуть-чуть дернешь рулем в сторону Когда будешь ехать на максималке То твой автомобиль тут же начнет ставить боком А как только твои колеса, которые едут боком Споткнутся о какой-нибудь солевой камень Которых там дохера и больше Напоминаю, это солевое, мать его, озеро То ты моментально перевернешься Примерно раз 500 Запомнишься только один переворот, так как до второго ты уже не доживешь Но тачка еще какое-то время без тебя пофлексит У этой шутки нет добивки Зато в той кабине охуенная отбивная А надо понимать, что линии финиша нет Предела скорости тоже Регламентов не существует А озеро, офигеть какое, длинное Поэтому если вы со своим соперником окажетесь достаточно отбитыми Чтобы не отпускать газ до последнего То разбитый автомобиль кого-нибудь из вас Это единственный финал такого заезда Уолли был одним из пионеров всей движухи хот-родов Он родился в 1913 году И у Кусловной отмене сухого закона ему было ровно 20 лет Уолли был родом из приличной семьи И к моменту, когда он первый раз попал на солевые озера Он вообще не умел водить автомобиль И он как раз таки был одним из тех парней Кто с первого взгляда влюбился в солевую пустыню В рычащие моторы И в скорость И уже буквально через пару лет После того, как он первый раз оказался на озере Он уже сидел в кресле пилота Но благо, мозгов у него было больше, чем адреналина И он понимал, что со всей этой размазнёй по солевому озеру Надо что-то делать Он постоянно общался с гонщиками Разговаривал с ними о их проблемах И потихоньку переманивал их на свою сторону Мол, ребята, гонки должны быть всё-таки безопасными В основном, конечно, его слали нахер Но всё-таки иногда кто-то из пилотов к нему прислушивался Несколько лет Уолли думал И собирал мнение пилотов И по итогу, в 37-м году Вместе с несколькими единомышленниками Они всё-таки сели, договорились И организовали ассоциацию хронометража Южной Калифорнии В сокращении SCTA И главной задачей У них была правильная организация заездов таким образом Чтобы они были безопасны для пилотов и зрителей Первая проблема, для которой парни нашли решение Помощь пострадавшим пилотам Они стали брать с участников символические деньги для участия в заездах Чтобы можно было на эти деньги оплатить машину скорой помощи Которая дежурила бы на озёрах в день заездов Озеро Бонневиль находится примерно в 180 километрах От ближайшего большого города, от Солт-Лейк-Сити Поэтому, если пострадавшему человеку не оказать первую медицинскую помощь Прям на месте То шансы, что он дотянет до города Стремились к нулю И машина скорой помощи на заездах Была вроде бы таким простым, но очень важным элементом Для безопасности всей этой движухи Помимо медицинской помощи Парни стали брать на себя организаторские функции Составлять графики Выстраивать очередность заездов Равнять дорогу для заездов Привозить какие-то базовые вещи по типу воды и еды на озера И в полглаза, так немножечко, приглядывать за происходящим Но самое важное В какой-то момент они придумали Что соревноваться нужно с временем Парни стали замерять время Потраченное на прохождение разных прямых отрезков В тот момент, когда пилот доезжал до конца отрезка Смысла дальше давить на педаль уже не было Ты показал результат В зависимости от места проведения заезда Участки были разными Так как парни гонялись не только на солевом озере Под заезды использовались вообще все покрытия Которые только можно было найти в округе Высохшие русла, рек, поля И любую другую фигату, где можно разогнаться по прямой Солевые озера, конечно же, были идеальным вариантом Факт Но они не всегда были свободны Так как официальные ААА Очень часто резервировали Баневиль под себя И подвинуть оттуда их было невозможно Так как они все-таки были официальной организацией Но! Так или иначе Именно с появлением SCTA Случилось самое главное Фокус пилотов сместился с личных противостояний На абсолютно беспристрастное время С которым невозможно было спорить Параллельно с этой движухой На соляных озерах В другом конце страны, на юге Тоже происходили важные события Одним из популярных мест Где собирались автомобилисты, чтобы погонять Был песчаный пляж Дайтона Бич во Флориде Фактически, это такой длиннющий пляж Который от природы имеет очень ровный ландшафт Это место еще в начале века успели облюбовать официальные ребята из Триплэй Те самые, которые не воспринимали любительские гонки И на этом пляже они ставили официальные мировые рекорды скорости много лет к ряду В 1906 году впервые в истории человечества Пилот Фред Мариот пробивает отметку в 200 км в час На паровом автомобиле Стэнли Рокет В 19-м году на том же самом месте Пилот Ральф Де Пальма на автомобиле Паккарт 905 Спешл Пробивает отметку уже в 240 км в час А в 1927 году Генри Сегреев Вот на таком санбим Внутри которого стояло два авиационных двигателя Пробивает отметку уже в 320 км в час Еще раз Вот такой автомобиль Внутри два авиационных сука двигателя Мощностью 900 лошадей И 320 км в час По ебучему песку Не по асфальтированной трассе Не по взлетно-посадочной полосе А по местному пляжику, куда люди загорать ходили При этом во время заездов За автомобилем летел самолет С механиками и заправщиками Чтобы в тот момент, когда заезд окончится Они до него долетели, сели, заправили, починили И чувак поехал дальше На самолете, блять Машинку догоняют Которая по пляжу е... По пляжу... И 320 км в час Это далеко не предел скоростей Которые там ребята показывали Там и 400 И 420 км в час пробивали впоследствии Как мы с вами можем понять из этого факта Статус официального заезда И официальной организации Никоим образом не добавлял рассудка пилотам Но все-таки ААА Ребята серьезные И если бы на их замерах И на их заездах Начали бы массово самоубиваться пилоты То для имиджа компании Это было бы сильным ударом И плюс, так как это официальная организация Скорее всего пришлось бы разруливать Очень много геморроя Поэтому с пляжа они все-таки решили свалить И в 35-м году Они переместились на солевые озера Так как это покрытие им подходило намного лучше Но официальные заезды Точно так же, как и любительские Собирали огромные толпы зевак и туристов Тем более с учетом того, что Флорида это один из самых населенных штатов юга И очень популярный среди туристов И как только официалы Свалили с популярной площадки Вместе с ними Свалили и все интересующиеся автомобилями люди Пляж довольно быстро опустел Но при этом местные власти Так же быстро решили там проводить Свои собственные гонки Им было выгодно привлекать в город людей Так как туристический поток Люди приезжают в город Тратят деньги Вот эти все приколы И они планировали на этом деле зарабатывать Власти смекнули Мол, чё там людишкам-то в нашем регионе нравится Гоночки по кругу Иштяк Решено Делаем свой трек с песком и поворотами И устраиваем заезд на обычных Гражданских автомобилях Идея само собой понравилась гонщикам И все местные водилы Тут же выразили желание поучаствовать И первая гонка была организована в 36-м году маленького холмика в итоге власти города не то чтобы там заработали на этом мероприятии за чтобы там отбились в нули а были в минусе они потеряли на этом заезде 20000 долларов так сделать трассу построить там какие-никакие трибуны и вот это все это расходы короче так себе ребята бизнесменами оказались но все таки что-то хорошее в этой гонке было этим что-то был гонщик который финишировал пятом это был никому неизвестный на тот момент механик билл франц его отец был банковским клерком и естественно он хотел чтобы и сын шел по его стопам но вместо этого как это обычно бывает билл пропадал дни и ночи в гараже с друзьями разбирая и собирая старые моторы а как только появлялась возможность хоть где-нибудь погоняться он тут же с радостью ею пользовался потому что банковскую работу он в гробу видал и собственно таким макаром он и оказался среди участников заезда в дайтоне в тридцать шестом году вот машина по двадцать первым номером это как раз он когда власти сказали что больше аки гонки организовывать не будут нахером такие приколы не сдались билл приперся к ребятам в кабинеты и сказал что он может помочь с организацией на что он получил в ответ короче вот смотри есть пляж делать там чего хочешь только не убей никого денег мы тебе не дадим у самих нет ни хера но и мешать тебе тоже не будем а билла такая постановка вопросов более чем устраивало трек в целом был в удовлетворительном состоянии много работы над ним не требовалось просто нужно было укрепить те участки в которых застревали водители немного утрамбовать трассу в целом и отлично трибуны уже были надо было только поставить забор чтоб люди не могли просто так припереться и дело в шляпе проблема была в том что билл был родом не из дайтоне а вообще из вашингтона и на пляже оказался чисто случайно в какой-то момент он просто покинул родной дом с 25 долларами в кармане и поехал куда глаза глядят оказавшись в дайтоне и будучи фанатом гонок он просто не смог устоять от соблазна поучаствовать в гонке на легендарном пляже который на тот момент был уже знаменит и был храмом скорости изо всех рекордов но денег то нет а гонять то как-то надо и перспектив внезапной разбогатетью билла не было так как он работал обычным заправщиком на местной азс чтобы хоть как-то сводить концы с концами он взял подмышку еще одного местного гонщика сига хайк дахла и приперся с ним в местный пляжный клуб и убедил владельца выделить денег на призовой фонд и операционные расходы мотивируя это тем что это все вместе будет очень выгодно во первых клуб был рядом с трассой и там можно было разместить часть гостей во вторых на билетах все точно должно отбиться мамой клянусь и в тридцать седьмом году на день труда это праздник по типу нашего первого мая был проведен еще один заезд в котором опять же участвовали обычные гражданские автомобили проблема была в том что на призовой фонд у парней осталось всего лишь 100 долларов а на рекламу вообще не осталось денег из-за чего на гонку собственно заявилось очень мало гонщиков сама по себе гонка была хорошо организована и прошла намного лучше чем предыдущая даже зрителей пришло какое-то количество но все это предприятие все равно оказалось убыточным сик партнер билла по организации плюнул на все это дело и сиганул ровно также поступил и пляжный клуб который выделял на все это мероприятие деньги так как выкидывать деньги в трубу ни один бизнес не захочет билл был в отчаянии само собой нормальной работы нет денег тоже не очень он все еще заправщик и перспективы у него не радужные но он верил что гонки на обычных стоковых автомобилях могут быть популярны и могут приносить деньги он видел как зрители искренне болеют на трибунах как они радостно следят за происходящим да и к тому же билл сам был гонщиком а для гонщика существует только трасса автомобиль а все остальное пофиг дым он целый год ходил по всем возможным организациям и компаниям города в поисках хоть кого-нибудь кого может заинтересовать проведение еще одного заезда и в итоге каким-то образом он выходит на состоятельного ресторатора дайтона чарли риза которого тоже увлекали автомобили и он так уж и быть согласился выделить тысячу долларов для призового фонда с которым билл уже смог собрать большое количество участников и наконец-то гонка стала коммерчески успешной мало того что они отбивают все траты на организацию отбивают призовой фонд так даже билл смог заработать 150 баксов по итогу и понеслась в следующем 1939 году проходит три гонки каждая протяженностью на 150 миль это 240 километров на трассе дайтона бич а в 1940 проходит еще три гонки под организацией билла франца на каждую гонку в среднем приходило 5000 зрителей и процесс продажи билетов был хорошо организован поэтому вся эта движуха окупалась и приносила деньги а дайтона бич становился для всех повернутых на автомобилях местом притяжения на уровне солевого озера бановиль для каждого пилота победа в гонках была главной целью существования не столько из-за денег а из-за того что первое место сухо и справедливо говорила что ты лучший среди гонщиков были люди кто просто жил от гонки в гонке и после того как они заканчивали гонку в одном штате они сразу с трассы ехали на следующую гонку а если ты был достаточно талантлив и побеждал то это было вообще прекрасно так тебе не нужно было переживать за свою работу ты мог спокойно жить благодаря гонкам ты каждый день живешь на пределе на острие ножа гоняешься с лучшими пилотами страны побеждаешь и зарабатываешь на этом не жизнь а сказка если ты бензиновая голова к тому же ты еще и любимчик публики а там где публика там и женщины не забываем и в итоге ты живешь увлекательную и веселую жизнь полную приключений жизнь о которой мечтал каждый гражданин страны но в этот момент когда гоночное сообщество уже практически сформировалась тот момент когда выступления пилотов и гонки проводились на регулярной основе и в этот момент когда публика ждала все больше зрелищ происходит событие которое на несколько лет полностью спутает все карты гонщикам после нападения японцев на пёрл-харбор сша принимает решение о вступлении во вторую мировую войну вторая мировая война это самое жуткое преступление против человечества которое когда-либо происходило в нашей истории миллионы погибших неисчислимое количество исковерканных и сломанных человеческих судеб и семей про ужасы этой войны написано огромное количество статей и книг велись и до сих пор ведутся дискуссии и обсуждения но самое главное в чем весь мир сходится что подобное не должно больше повториться ни при каких условиях война это хуйня из-под ногтей не занимайтесь одним словом но для нашего ракурса и для нашей истории нам важно вот что всех молодых парней кто мог держать в руках хоть что-нибудь кроме своего члена тут же утащили на фронт почему-то у нас стране как-то так считается что штаты толком участие в войне не принимали и да на фоне количества наших граждан которые не вернулись с войны можно сказать что в войне вообще кроме нас никто участие не принимал советский союз потерял больше всех людей в этом конфликте и ни в одной стране мира не было такого количества смертей как у нас о том сколько точно людей потеряла та или иная страна споры идут до сих пор но в случае с ссср это где-то 26 миллионов человек абсолютный антирекорд среди всех стран участников при мобилизованных 34 миллионов надо заметить на фоне такой бойни потери сша выглядят вообще по лайту всего около 420 тысяч человек но говорить о том что сша не воевали нельзя так как у них на фронт было мобилизовано 16 миллионов человек это примерно 12 процентов от общего населения так как тогда в штатах жила 130 миллионов человек а у нас было мобилизовано 34 миллиона человек что от общего населения составляет 17 процентов так как до войны в ссср жила 196 миллионов человек а в таком разрезе цифры выглядят уже иначе фашистской италии например которую все пиздили потери были примерно такие же как у штатов 480 тысяч человек и было мобилизовано всего три миллиона солдат это всего лишь шесть процентов населения короче говорить что штаты не воевали неправильно естественно первым делом на фронт отправились все молодые парни а затем и ребята постарше и гоняться на треках стало тупо некому все поехали воевать да и людям как-то было не до развлечений в этот период даже если кто-нибудь где-то и смог организовать пару дедов которых не призвали в армию и которые могли сдвинуть автомобиль с места они только самих себя то вряд ли кто-то с горящими глазами пришел бы на это посмотреть но на самом деле несмотря на то что война полностью парализовала автомобильное сообщество на четыре года по итогу вторая мировая окажется очень серьезным стимулом к развитию автоспорта и автомобильной культуры в дальнейшем вот что я имею ввиду помните в начале этого материала мы с вами говорили о том что первая мировая война сильно толкнула вперед экономику штатов за счет того что они снабжали союзников оружием и техникой вторая мировая сделала то же самое но важный факт состоит в том что для второй мировой на поля сражения мобилизовали огромное количество молодых парней которые сражались в боях по всему миру и которые потом вернулись с поля боя в родную страну они вернулись свои дома которые были точно такие же какими они их покидали города целые ничего не разрушено все в порядке выдыхай все кошмары позади ничего не изменилось все теперь будет как прежде но как прежде уже не будет ничего не поменялось да кроме тебя тебе чуть больше 20 лет ты полон сил ты победитель который вернулся домой все лавры страны твои государство выплатила тебе выходное пособие на которое можно спокойно жить и развлекаться но точно так же тебе было 18 на тот момент это увидел смерть участвовал в атаках и нападениях смотрел как сослуживцы страдают от ранений ты вытаскивал их с поля боя под пулями ты видел своими глазами как снарядами разрывает людей на части и ты жил каждый день на фронте с мыслью что сегодняшний день или сегодняшняя ночь может стать для тебя последний и что терять тебе уже нечего ты увидел столько горя и боли что теперь хочется только жить и веселиться но не просто веселиться ты привык к опасности и тебе нужен адреналин если ты до войны ездил быстро то сейчас после всего того ужаса который ты увидел твои границы нормального сдвигаются намного дальше и тебе становится просто поебать на все общественные законы на законы морали и здравый смысл если на условный 1920 в штатах спустя два года после окончания первой мировой войны в стране было что-то около восьми миллионов автомобилей и какое-то количество бегунов то на условный 1950 спустя пять лет после второй мировой войны на дорогах было уже 40 миллионов автомобилей и огромная толпа мужиков которые повидали некоторое дерьмо все приколы с тем что в тридцатых годах люди там гонялись в городе и вели себя небезопасно пошли нахер по сравнению с тем что происходило в послевоенное время фактически американские водители на дорогах общего пользования после войны устроили еще большую бойню чем была на фронте каждый год статистика смертей росла с 1945 года по 1955 на дорогах погибло более трехсот шестидесяти тысяч человек год от года эта цифра увеличивалась естественно общественность негодовала естественно все газеты были заполнены статьями о том насколько опасны дороги и то что до них вытворяют мамкины гонщики и естественно весь этот ушат говна вместе с предыдущим криминальным флером бутлегерства в первую очередь выливается на организаторов гонок на юге била франца и на организаторов заезда по прямой на слевых озерах воли паркса само собой что паркс что франц как только сами вернулись с фронта тут же снова взяли за организацию гонок и точно так же как и все были в ужасе от того что творится на дорогах и как люди реагируют на гонки и заезды да понятно что все соревнования по-прежнему привлекали много зрителей аудитория постоянно росла факт но вместе с аудиторией росло и общественное возмущение люди в общей своей массе все еще считали всех гонщиков какими-то андеграундными неформалами единственная задача которых это бунт против общественности против морали законов и здравого смысла никакого другого смысла в этих парнях общественность не видела к тому же надо понимать что к этому моменту все заезды действительно находились в подполье так как никакого официального статуса у парней не было случае заездами по прямой было просто ассоциация хронометража а это просто полтора волонтера без зарплаты а убила франца вообще не было никакого юридического статуса он типа просто местные решала оба понимали что главная задача это сделать гонки безопасными и регламентированными во первых только таким образом можно было сделать из этого стабильные организации которые будут организовывать заезды на постоянной основе зарабатывать на этом деньги и отвечать за безопасность пилотов и зрителей во вторых только с официальным статусом можно поменять отношение людей к этой движухе но не трипл эй не государство всерьез их не воспринимали у хатродеров было просто отвратительная репутация из-за чуваков которые гонялись по улицам города на своих корчах абсолютно с каждого светофора а в идее гонок на обычных стоковых автомобилях которую продвигал билл франц автомобильная ассоциация вообще не видела никакого смысла так как они думали что никому не будет интересно это ж обычные тачки чё на них смотреть то помимо трипл эй в стране в послевоенное время еще существовало какое-то количество официальных организаций но все они действовали у себя внутри штата или внутри города и не могли претендовать на то чтобы проводить заезды по всей стране а билл хотел масштаба он хотел проводить чемпионаты на уровне страны чтобы в них могли спокойно участвовать пилоты из разных частей страны и он хотел чтобы в одном овале ехали лучшие пилоты страны аоли паркс хотел поменять отношение людей хатродерам он хотел объяснить людям что не все из них мудаки которые наводят суету в городе по большей части движение хатродеров это огромное сообщество людей кто живет автомобилями если хотите большое сообщество изобретателей который каждый в своей машине придумывает какие-то новые и уникальные штуки и тестирует их не на дорогах общего пользования а на солевых озерах или где-то за городом где не представляют для людей опасности фактически если парой слов объяснять мотивации наших героев то билл франц это про бизнес про систему и масштаб так как он хотел огромных чемпионатов заполненных трибун и шоу по всей стране а олли паркс это про тонкие материи про идеи культуру и восприятие общества его главной задачей было сделать так чтобы их культуру и движения хатродеров услышали поняли и приняли мол дайте нам свой уголок пожалуйста и просто не трогайте и мы там будем гоняться и никому не навредим естественно так как эти персонажи в корне отличались друг от друга они пошли абсолютно разными путями билл франц обивал пороги всех возможных ассоциаций и гоночных сообществ но в конце концов понял что никто ему не подходит и нужно создавать свою организацию он хотел создать ассоциацию внутри которой можно было выявить чемпиона страны поэтому все локальные турниры и организаторы этих турниров ему просто не подходили 12 декабря 1947 года он собирает в кучу промоутеров ярких гонщиков и механиков с которыми билл успел познакомиться за те 10 лет сколько он участвовал в заездах встреча прошла в мотеле стримлайн в дайтона бич и главной задачей было совместными усилиями разработать стандартный набор правил для проведения и популяризации гонок на стоковых автомобилях а также ребята придумали для себя название национальная ассоциация гонок на стоковых автомобилях сокращенно наскар через два месяца в феврале 48 ассоциация была официально зарегистрирована и уже через месяц была проведена первая гонка под флагами наскар все на той же самой дайтона бич по регламенту это была гонка на 150 миль и от нее начинается история победоносного шествия наскар по стране первая же гонка собрала 14 тысяч зрителей и это был успех а в начале сорок девятого года первая полноценная гонка категории стоковых автомобилей с призовым фондом в 5000 долларов собрала 33 участника и 14 тысяч зрителей а всего в сорок девятом было проведено полноценных семь этапов стоковых автомобилей и все из них собирали десятки тысяч зрителей а также десятки тысяч долларов призовые фонды для участников в каждой гонке в среднем участвовало где-то 30 50 участников и это было абсолютно сумасшедшее зрелище потому что в нем участвовали абсолютно стоковые автомобили вот какие выехали с завода такие едут в кольцо в заездах участвовали автомобили форд линкольн бьюик шевроле и так далее единственное ограничение в автомобиле должны быть не старше трех лет и быть полностью заводскими не допускались усиление подвески увеличение мощности двигателя ничего строго сток и это было великолепно люди которые были на трибунах понимали что по трассе едут ровно такие же автомобили которые были у них или у их соседей и восхищались тому что творили пилоту на этих обычных автомобилях плюс надо понимать что асфальтовых овалов было очень мало в основном они были все грунтовыми а это еще веселее так как грунтовка неоднородная она с ухабами ямами и прочим говном плюс по ходу гонки накатываются колеи которые тоже нужно учитывать и в процессе гонки условия дороги для пилотов менялись на каждом круге а если шел дождь это вообще амини веселуха ты как зритель никогда не знаешь что произойдет на следующем круге что произойдет с покрытием все ли будет в порядке или кто-нибудь из пилотов размотается по треку и соберет за собой половину всех остальных участников а накиньте на этот контекст еще тот факт что в стране в послевоенное время случился бум автопроизводства все военные предприятия которые снабжали весь мир техникой и оружием после окончания войны остались неудел и переключились на производство автомобилей при этом самая активная прослойка граждан с экономической точки зрения это люди 30 40 лет они больше всего тратят они больше покупают и так далее а 30 и 40 летние люди в пятидесятых это как раз те мальчишки которые в 1910 и 20-х годах смотрели на своих отцов которые первыми в мире смогли купить себе ford model t и ковыряли с ним с утра до ночи это как раз те мальчишки которые смотрели на бутлегеров которые без страха и рассудка носились по дорогам и это те мальчики которые росли глядя на автомобиль и поэтому для этих людей не было более завораживающего зрелища чем несущиеся по треку автомобили и сильнее своего собственного автомобиля они хотели только одного быть пилотом наскар настолько точно попал в тайминг и настолько точно попал в сердца и души людей что просто взорвал общественность в пятидесятом спустя всего два года после своего основания за год было проведено 396 гонок по всей стране каждый день где-то проходили гонки и совокупный призовой фонд составил 471 тысячу долларов это невозможная сумма потому что если перевести на современные деньги это около пяти миллиардов баксов и это всего лишь спустя два года после основания ни один вид спорта ни один вид развлечений за всю историю человечества не взорвал общественность так как это сделал наскар и страна в этот момент натурально сошла с ума по автоспорту пилоты побеждавшие в заездах моментально становились звездами и плейбоями для всей страны за ними наблюдали за них болели за них срывали голоса на трибунах и остановить этого джина который уже вырвался из бутылки было невозможно помимо наскара само собой масло в огонь подливал и оли паркс представитель движения хот-родов он со своими единомышленниками решили зайти с другого конца как я уже говорил паркс хотел поменять отношения людей хот-родерам в которых общество кроме ебанутых ничего не видела фактически нужно было просто заняться грамотным пиаром который смог бы объяснить мотивации и достижения хот-родов для обычного человека паркс вместе со своим компаньоном робертом петерсоном решили провести масштабную выставку хот-родов а также для того чтобы нормально коммуницировать с аудиторией было решено сделать собственный журнал внутри сообщества хот-родеров а также с теми людьми кто просто интересуется движухой никакой коммуникации к тому моменту не существовало парни на корчах просто тусовались на парковках тусовались около кафешек с окном выдачи заказов по типу макавта или просто на дорогах а публика за ними наблюдала и надеялась что не попадет к ним под колеса воли и роберт назанимали денег у всех своих знакомых собрали несколько сотен баксов а это на современный курс несколько тысяч долларов и начали готовить выставку и журнал к печати основная задача обоих направлений было в том чтобы обычные люди увидели не жуткие корчи которые могут очень быстро ездить по дорогам а людей которые горят своим делом и работают с машинами с утра до ночи и самое важное нужно было разделить в головах людей настоящих отродеров от безбашенных мамкиных стритсракеров на улицах города ведь на самом деле адекватных и законопослушных людей в движении было намного больше а уличные гонщики во-первых были в меньшинстве а во-вторых вообще как правило не имели отношения к тусовке так как на заезды они не ездили они были просто обычными уличными мудаками за которых огребали во всю глотку хатродера первый выпуск сверстали довольно быстро а назвали журнал просто и лаконично хатрод мы же про хатроды пишем вот хатрод директором журнала стал роберт петерсон а олли паркс занял пост главного редактора первые номера просто раздавали участникам движухи на гонках у популярных кафешек и прочих встречах и параллельно договаривались владельцами машин о том чтобы они поучаствовали выставки и при этом на удивление парней хозяева тачек охотно откликались на предложение так как все хотели показать свой автомобиль публике и рассказать про него ведь не стоит забывать что каждый автомобиль был уникальным и каждый владелец по сути собирал его вручную на подготовку выставки и издание журнала у парней ушел примерно год и в сорок восьмом году наконец-то состоялось огромное мероприятие по меркам того времени солд лейк сити на выставку по примерным подсчетам пришло около десяти тысяч человек и ровно столько же было продано журналов и парня ликовали на выставке стояли десятки различных хатродов владельцы общались с публикой и рассказывали о своих технических решениях и почему они все сделали именно так а не иначе люди в свою очередь стали понимать что ребята из тусовки хатродов это не какие-то сумасшедшие а просто энтузиасты которые очень любят свое дело и автомобили короче со всеми задачами мероприятие справилась на отлично почувствовав интерес публики к тусовке волей роберт понимаешь что нужно выходить как минимум на уровень города а лучшим вариантом будет официальное признание движения на уровне страны парни пошли пробиваться через весь бюрократический ад согласований и прочих мелких бумажек с властями города по сути они говорили властям что пацаны ну давайте как-нибудь выведем движение заезда в официальное русло и вот как-нибудь это дело легализуем пропишем правила и все будет в порядке мы таким образом сможем нормально обеспечить безопасность и привить здравую культуру гонок по-другому просто не получится потому что пока у людей не будет возможности и строго определенного места где не могут гоняться они будут рисковать своей и чужими жизнями на улицах города просто потому что просто потому что в жопе сшило и запреты и гонения на дорогах не будут работать пока не будет этого места где гоняться можно власти очень долго отнекивались и увиливали до последнего так как считали что заезды на скорость не могут быть безопасными в принципе даже если все правильно организовать в итоге пацаны такие ну давайте вот мы вас прокатим вы там посмотрите и сами поймете безопасно или нет они взяли всех местных чиновников поехали на солевые озера прокатили их знатненько ребят конечно знатно охерели но вроде бы как поняли что заезды могут быть безопасными и это сработало и парням все-таки дали разрешение на официальную организацию мероприятий и заездов таким образом сорок девятом году под флагами scta проходит первая солевая неделя скорости на озере беневиль которая собрала несколько тысяч зрителей а также сотни пилотов на их автомобилях в одном месте кто-то приезжал на озера на целую неделю и сидел там безвылазно наблюдая за заездами и общался с пилотами кто-то приезжал только на пару дней на основные соревнования но так или иначе солевая неделя скорости это первое масштабное и официальное мероприятие которое было проведено под флагами scta и которая собрала в одном месте десятки тысяч зрителей пилотов конструкторов и энтузиастов движениях отродов и первое мероприятие где люди официально соревновались в мастерстве украшения самого сложного и беспристрастного явления человеческой жизни времени и именно от этого события можно считать что на свет в официальном статусе появилось новое автомобильное безумие драгрейсинг глагол to drag в английском означает тянуть или ползти и вроде бы как бы не совсем подходит для названия вида соревнований где пилоты носятся на безумных скоростях но собака зарыта в том что на сленге пилотов того времени фраза to drag означало быстрое переключение передачи на максимальных оборотах а в этом как раз таки и есть суть драгрейсинга потому что в том числе как ты точно будешь переключать передачи насколько вовремя ты будешь это делать от этого будет зависеть твой разгон и когда на старте у вас стоят две примерно одинаковые по мощности машины и соревнуется между собой то переключение передачи в нужный момент и за очень короткое время это единственное что поможет тебе выиграть вторая теория откуда могло пойти название драгрейсинга идет из популярного клича гонщиков того времени drag your car out of garage and race me вытаскивая свою машину из гаража и давай гоняться после солевой недели ни организаторов не у властей больше не остается вопросов что нужно выводить все заезды в официальное поле так как за эту неделю о чудо никто не убился просто чистое веселье праздник для автомобилистов и поток туристов для города к 1951 году журнал хат рот которым занимался воли паркс становится просто культовым в нем публиковалась вся информация и результаты о всех важных заездах в нем были обзоры на чемпионские автомобили и на их технические решения а новые тиражи при этом раскупали с полок магазинов в первые же сутки но несмотря на такой успех издания в том же самом 51 году воли паркс уходит из журнала чтобы полностью посвятить себя организации заездов он берет с собой несколько единомышленников и в этом же году основывает эношера национальную ассоциацию хот родов слоганом который было создать порядок из хаоса главная задача которую перед собой ставил паркс это приведение всех заездов драгрейсинга в стране к единому регламенту к порядку и к организации безопасности при этом безопасность была главным приоритетом уэношера даже в логотипе посередине написано посвящено безопасности и так как воли был уже очень известным человеком в кругах драгрейсеров все пилоты с радостью принимали участие во всех заездах под флагами эношера так они знали что эти мероприятия делают профессионалы которым не все равно до пилотов паркс стал ездить по ближайшим штатам а потом по всей стране чтобы общаться с представителями власти и представителями местных автомобильных клубов чтобы делиться с ними своим опытом в организации безопасных заездов его не столько волновали деньги которые можно было заработать с этого шоу сколько безопасность пилотов при заездах в какой-то момент у оли замечает сообщество таких же долбанутых ребят которые облюбовали пустовавший аэродром санта-анна в южной калифорнии во главе которых стоял некто си джей хард по прозвищу папе ну папочка по-русски папочкой си джея называли потому что он был натуральным отцом местного движения драгрейсеров он договорился с администрацией местного пустующего аэропорта о том что они будут арендовать у них взлетно-посадочную полосу и отдавать им часть проданных билетов и членских взносов участников в качестве комиссионных и аэропорт довольно быстро стал местом притяжения публики и в том числе их заметил воли паркс отличие подхода си джея было в том что они гонялись на скорость не на протяжении всей взлетно-посадочной полосы а только на четверть миле на 402 метра си джей до автомобилей увлекался лошадьми и в конном спорте давным-давно существовал спринт на 402 метра и он просто взял его оттуда уоли очень понравилась идея такого ограниченного расстояния так как она была безопасна а также ему понравилась идея использования пустовавших аэродромов под драгрейс так как по всей стране их была целая куча к тому же аэродромы находились недалеко от городов и к ним всегда была проложена асфальтовая дорога чтобы зрители могли спокойно до него добраться воли убедил си джея присоединиться к нашара и совместно работать над регламентами и безопасностью заездов стратегия работы с местными автомобильными клубами чтобы брать их под свое крыло была супер успешной за первый год существования эношера к ней присоединилась 25 тысяч хатродеров а еще через год таких ребят уже было 57 тысяч по всей стране и они были готовы платить членские взносы чтобы гоняться по регламентированной специально подготовленной трассе а также претендовать на призовые фонды которые также организовывала на шара зрители на заезды валили толпами так как там реально было на что посмотреть хоть роды эпохи пятидесятых уже не были похожи на раздетый ford model t это уже были настоящие монстры индустриального века огромные открытые моторы огромные задние колеса которые обеспечивали должных зацеп пилот который сидел практически на задних колесах и длиннющий нос который прорезал воздух и снижал лобовое сопротивление фактически это был огромный громкий огнедышащий монстр который полностью повиновался безумному пилоту и эта парочка вместе боролась с одним противником временем за которой они смогут пролететь 402 метра фраза железный монстр у меня тут не для красного словца если совместить слово монстр и слово драг получится термин которым и называются эти автомобили драгстер помимо драгстеров само собой в драгрейсинге гонялись и хотроды которые к тому времени тоже были похожи на отдельное произведение искусства самодельные обтекаемые кузова открытые колеса огромные моторы и все та же безбашенная скорость и безумные пилоты которые готовы рисковать ради того чтобы победить время трибуны официальных заездов трещали по швам от толп людей которые хотели посмотреть на то как железные монстры вместе с их водителями претендуют на то чтобы сломать законы физики драгрейс точно так же как и наскар собирал у себя на трибунах десятки тысяч зрителей болельщиков и всех повернутых на автомобилях и скорости людей в каждом штате на каждом полигоне овальном треке и заброшенном аэродроме во всю глотку ревели моторы ревела публика и решалась судьба победителей и проигравших страна болела всем составом страна болела на трибунах она болела на гоночных трассах и в собственных домах так драгрейс и наскар моментально захватили основные трансляции на телевидении заезды снимали в прямом эфире с вертолетов снимали их непосредственно с треков и трибун все это действо комментировали лучшие ведущие страны а пилоты победителя моментально становились звездами и любимчиками всей страны вот вам несколько фактов и кадров для того чтобы вы поняли масштаб происходящего к 60-му году абсолютно на каждом свободном аэродроме ревели моторы автомобилей которые соревновались в драгрейсе каждая гонка собирала по 30-40 тысяч зрителей в зависимости от того сколько могли физически вместить трибуны если влезала 30 значит было 30 если влезала 40 значит будет 40 неважно какого размера были трибуны они всегда ломились от зрителей параллельно с этим заезды наскар проходили каждую неделю без исключений всего в гоночном календаре было по 396 гонок в год а это значит что на каждой неделе сразу в нескольких концах страны проходили соревнования на которых точно также трибуны ломились от количества людей например среди всей кучи городов где стояли свои овалы на которых проходили соревнования был один такой небольшой город уилбора с населением всего лишь 40 тысяч человек а в день проведения гонки в город приваливала 70 тысяч зрителей и весь город просто вставал от количества фанатов улицы просто физически не могли переварить такое количество людей в конце сороковых наскар в среднем собирал по 14 15 тысяч человек на одной гонке а в середине 50 уже по 30 35 тысяч в среднем а в 60-х на каждую гонку чемпионата приезжало по 80 90 тысяч человек это как наши лужники самый большой стадион в стране только 396 раз в год масштабы были просто невозможные при том существовал же не только наскар другой популярный чемпионат индикар это гонки на автомобилях с открытыми колесами тоже мог собирать по 100 тысяч человек на главных заездах а в тот момент когда телевидение доросло технологиями до того что смогло вести прямые трансляции аудитория соревнований просто взорвалась до миллионов зрителей финальные заезды сезона да и любые другие важные гонки смотрели по 10 миллионов человек в прямых трансляциях ни один вид спорта до наскар не собирал такой огромной аудитории и это не один раз в год а каждую неделю месяц за месяцем и год за годом фактически к этому моменту уже можно было констатировать что этого пациента уже смело можно отправлять психбольницу страна официально свихнулась по автомобилям и никто не был против наоборот с каждым днем все новые и новые люди с радостью окунались постоянный и бесконечный праздник бензина звука моторов и скорости но даже не несмотря на огромные полностью забитые стадионы невозможные призовые фонды и зашкаливающие рейтинги прямых трансляций на этом празднике до сих пор не хватало гостей я бы даже сказал самых главных гостей и как бы странно это не звучало но самых очевидных и вроде бы логичных участников такой движухи на празднике не присутствовал а все их ждали и хотели все сидели и ждали когда же во всю эту кутюрьму ворвутся автомобильные компании надо сказать что политика автомобильных концернов сша после второй мировой было довольно интересный звучало на примерно так мы вот производим то что производим вы это все равно будете покупать так как вам деваться некуда и ничего менять мы не собираемся фактически все автомобили которые производились в сороковых там и в ранних пятидесятых годах не сильно отличались от довоенных автомобилей с точки зрения техники да они были еще больше было еще больше хрома но моторы подвески да и в целом конструкция автомобиля была практически такой же как и раньше фактически все автомобильные компании уже были здоровенными гигантами самыми большими автомобильными компаниями мира и они очень слабо реагировали на какие-то изменения рынка что ford что джем что крайслер все просто делали такие автомобили которые им было выгодно и не обращали внимание на то что от них глобально требовал рынок все новое введение в автомобилях заключались в том чтобы засунуть мотор побольше чем предыдущий поставить крылья чуть большей длины добавить пару кромированных элементов и все бестселлер на 5-7 лет вперед готов но с другой стороны к ребятам то было не придраться так как машины покупали покупали деньги компании зарабатывали зарабатывали ну и все а чё еще надо тратить огромные деньги на разработку какой-нибудь новой модели чисто ради искусства да кому это надо если бы любая корпорация просто так разбрасывалась деньгами по любому поводу то она моментально разорилась бы плюс надо понимать что основную производственную мощь и свои капиталы каждая компания заработала в военное время форд делал для военки самолеты танки грузовики легкие военные машины а также все запчасти к ним включая моторы крайслер был главным поставщиком танков для войск сша и союзников а gm произвел такого же говна для военной промышленности на 12 миллиардов долларов 12 миллиардов долларов в середине двадцатого века этой еб твою мать сколько денег пересчете на современный курс фактически для того чтобы успешно что-то производить для военной промышленности которая тогда скупала вообще все что не приколочено много ума не надо да твои заводы должны быть идеально отлажены факт конвейерная линия должна работать 24 на 7 без сбоев и задержек и построить кучу таких производств которые будут работать как швейцарские часы очень сложно я ни в коем случае не умоляю заслуги менеджмента и всех сотрудников кто трудился на предприятиях военный период да но в такой ситуации когда ты просто работаешь на госзаказ и у тебя покупают все что ты только можешь произвести у тебя нет очень важного элемента тебя нет конкурентного рынка у тебя есть только рынок сбыта рекламу никакую делать не надо чувствовать рынок и предпочтение аудитории тоже тебе просто нужно производить и все и само собой все руководство которое проработало у руля все военное время оставались на своих местах так как задачу они выполняли и зарабатывали деньги для компании а когда война закончилась компании действовали ровным счетом точно так же как в военное время просто производили что-то и не сильно переживая насколько оно отвечает духу времени сколько оно соответствует предпочтениям аудитории и так далее и к пятидесятым все автомобильные гиганты подходили с такой кучей старых пердунов вправлений которых все устраивает сбыт есть мы денег заработали ну и ладушки вот ваша премия поэтому собственно компании на протяжении 20 лет формирования автоспорта вообще ничего не делали они просто не обращали внимание на то что на их автомобилях гоняются что их используют для хатродов дорабатывая напильником и так далее ну развлекаются ребятки и развлекаются что с них взять мы серьезный бизнес глупостями тут не занимаемся при этом накидываем на эту картинку вот еще что в послевоенный период буквально за 10 лет реальный доход населения в сша вырос на 25 процентов к 60-му году 60 процентов американцев имели свое собственное жилье не в ипотеке не заложены не государственное а свое собственное а у 77 процентов американцев был телевизор в то время тогда как в других странах это был элемент роскоши на тот момент наконец 50-х начала 60-х сша проживало только 6 процентов от общего населения планеты при этом эти 6 процентов производили и потребляли 66 процентов от всех товаров производимых в мире короче деньги у людей были и самое главное они были готовы их тратить мало того они хотели их тратить так как они заработали честным трудом и финальный элемент картины из-за повышения уровня доходов и из-за того что американцев семья была главной ценностью по жизни в то время случился массовый отток людей из городов 70 процентов американцев жили за городом они покупали загородные дома и обустраивали там свою жизнь вокруг семьи а в такой картине мира когда у тебя есть деньги и ты живешь за городом но при этом работаешь в городе тебе по любому нужен будет автомобиль поэтому продавать тачки было очень просто тебе просто нужно было произвести хоть что-то и это с очень высокой долей вероятности у тебя купят без серьезных усилий с твоей стороны первые пять лет после войны за новыми автомобилями стояли очереди спроса до военного уровня вырос в четыре раза а новую тачку в то время можно было купить за одну две тысячи долларов это очень разумные деньги для среднестатистической американской семьи пятидесятых поэтому собственно старые пердуны в правлениях особо и не меняли свою производственную и маркетинговую политику все и так происходило само собой показатели росли они не могли не расти так весь рынок рос менеджмент получал бонусы и не парился по поводу тот факт что вся страна сходит с ума по автоспорту и автомобиль для рядового человека представляет из себя нечто больше чем просто набор железяк никого из дедули не заботил но слава яйцам процесс смены поколений ты никуда не денешь и как мы с вами уже знаем 50-х на всех треках страны гонялись и ревели на трибунах те самые мужики которые были мальчишками в двадцатых и которые в то время смотрели на своих безумных героев на дорогах и внутри автомобильных компаний точно также становились заметны молодые мужики с иным взглядом на вещи с иным взглядом на автомобили и которые на себе понимали что такое сходить с ума по автомобилям и постепенно голос этих молодых ребят стал заметен в менеджменте фактически автомобильным баллом в то время правило большая американская тройка это форд дженерал моторс и крайслер и в каждой из этих компаний постепенно появлялись новые люди которые мыслили совершенно по другому одного из таких парней звали джон и в момент 1949 года он работал в конструкторском отделе с крайслера джон был прям типичным представителем нового буйного поколения он родился в 25 в детройте в семье румынских иммигрантов которые точно так же как и итальянцы бежали от войны в страну где был мир и перспективы его отец в силу того что он был иммигрантом без образования работал обычным механиком на заводе форд но несмотря на невысокую зарплату родители смогли собрать денег на то чтобы джон получил хорошее образование родители хотели чтобы джон стал музыкантом писателем ну или каким-то творческим человеком у маленького джонни вообще не было ни единого шанса увлечься музыкой или творчеством единственная музыка которая могла бы интересовать мелкого это звук мотора опять же вот представь ты мелкий парень который родился в промышленном сердце мира вокруг одни автомобильные заводы в твоем городе производится автомобили для всей страны а по дорогам катаются сумасшедшие бутлегеры а потом их от рода с уличными гонщиками количество бутлегеров в детройте было одним из самых больших в стране так как мало того что детройт находился на границе с канадой так он еще и портовый город и фактически детройт в период сухого закона был вратами страны на пути к похмелью твой отец работает на автомобильном заводе все родители всех твоих друзей точно также работают либо на автомобильных заводах либо на заводах производящих комплектующие для автомобилей весь город это огромный индустриальный механизм по производству автомобилей и ты в этом веселье рождаешься и растешь и вот чё у тебя будет в голове автомобили конечно же ты будешь больной ими до мозга костей а в 14 лет тебе приходят твои родители и такие скрипка джонни держи мы верим что из тебя получится охуенный скрипать джонни там вон в подворотне ребята вечерами играют охуеть как красиво джонни душу джонни слава богу что родители с такими предложениями быстро пошли нахер и парень поступил в технологический институт по ходу учебы он как и все отслужил на фронте а после войны его пригласили работать в крайслер чтобы там закончить образование по автомобильному направлению и получить практику на момент 1950 года джонни 25 лет и само собой он как все его поколение повернут на тачках естественно он орал на трибунах наскара вместе со своими друзьями естественно он ездил посмотреть на огромных монстров которые гонялись по взлетно-посадочным полосам и естественно он понимал что подход автопроизводителей надо менять пока джонни работал в крайслере он успел получить степень магистра по конструированию автомобилей и степень магистра по автомобильному менеджменту и обе в 1952 году с чем его очень пламенно поздравила компания пакард пакард это такой производитель премиальных машин того времени и они предложили ему место у себя в конструкторском отделе с более высокой зарплатой джонни быстренько свалил из крайслера но также он очень быстренько понял что пакарду оставалось недолго начало 50-х годов помимо безумия автоспорта знаменательно еще тем что продажи автомобилей начали резко падать отложенный спрос который накапливался в стране все военное время за эти пять лет полностью исчерпал себя грубо говоря ситуация была ровно такая же как у нас с локдауном всех закрыли никому ничего не давали покупать и спрос аккумулировался через два-три месяца дилеры открывают продажи и ловят огромную толпу покупателей которые сметали все что можно так как надо реализовать сложенный спрос только в нашем случае локдаун продолжался пару месяцев а штаты четыре года не производили автомобили для гражданских нужно поэтому и повышенный спрос и отложенный спрос они реализовывали пять лет но в пяти десятых спрос наконец-то падает и пакард будет первой компании которая не справится с этим всем и умрет мы об этом рассказывали в документалке про детройт джонни довольно быстро смехнул что пахнет жареным и начал водить носом по рынку в поисках новых предложений надо сказать что за то короткое время сколько он проработал в пакарде а это типа там всего четыре года джонни успел сделать модель карибиан 1955 модельного года которая очень сильно отличалась от всего модельного ряда пакард от того времени вот вам для сравнения как выглядел типичный пакард который в народе назывался перевернутой ванной и вот как выглядело то что сделал джонни работу молодого конструктора замечают в джем и так как джем был в курсе что пакарду осталось недолго предложили джонни место своих конструкторских бюро при том джонни сделали предложение, от которого было очень сложно отказаться. Парни пришли к нему и такие, смотри, значит, у нас есть херова гора брендов, и у каждого бренда есть свое конструкторское бюро. Так вот, выбирай любой бренд, любое бюро, и мы готовы тебя поставить на руководящую позицию в разработке. Ясен пень, Джонни согласился не раздумывая. Свой выбор он остановил на Понтиаке, который тогда, по словам Джонни, производил автомобили для старых дев. И этот бренд Джонни выбрал потому, что видел там много мест, которые можно улучшить. У Понтиака, образца 50-х, действительно была репутация очень странного бренда, который внутри General Motors делал абсолютно серые и никому нахер ненужные автомобили, которые терялись на фоне конкурентов. Такой уверенный серый середняк, который в эпоху бешеных 50-х никому был не нужен, так как все себе хотели яркий и статусный автомобиль. И надо сказать, что на роль человека, который из унылого серого говна сделает конфетку, лучше Джонни к кандидатуре не существовало. Джонни не признавал корпоративной культуры, строгих костюмов и официального языка. Он был красавчиком оторвой в прямом смысле этого слова. Он постоянно ходил в ярких рубашках, стильных костюмах, много смеялся, красовался и наслаждался жизнью во всех ее проявлениях. Его постоянно встречали на всех возможных вечеринках с толпами женщин. И, конечно же, он всегда ездил на стильных автомобилях. И вот такой персонаж приходит в Пантеак в 1956 году. Первой его работой становится Пантеак Стар Чиф 1959 года. Этот силуэт, этот кузов вы точно встречали, если играли там типа в GTA San Andreas или смотрели американские фильмы 60-х. Автомобиль просто охренеть как выделялся на фоне всего модельного ряда Пантеак того времени. Длиннющие задние крылья, вытянутый и прижатый к земле силуэт вместо стандартной раздутой бочки, которой обычно были автомобили Пантеак. Плюс у Стар Чиф была еще версия с открытым верхом, которая просто ауф. Когда Джонни притащил первые эскизы на совещании руководства Пантеак, ему сказали, что такому не бывает никогда. Это слишком радикальный автомобиль для нашего бренда. GM вообще был очень консервативной компании, которая к любым изменениям относилась очень осторожно. И, честно говоря, я не знаю, чего стоило Джонни убедить руководство компании согласовать этот проект, так как он реально выглядел безумно на фоне остальных автомобилей. Но! Джонни в себе олицетворял голос эпохи. И он был уверен, что такой стильный автомобиль понравится публике. Без вариантов. И даже несмотря на репутацию Пантеака, что это бренд для старых девок. В общем, видимо, от того, что бренд уже было не жалко, так как Пантеак каждый год терял в продажах, руководство решило рискнуть. И все доводы Джона были услышаны. И не зря. Автомобиль вышел в свет в 59-м году и тут же на него встала очередь. А в 62-м продажи бренда Пантеак были почти в три раза выше, чем в 58-м году, на тот момент, когда Джонни пришел в компанию. И Пантеак Старчиф стал первым прецедентом, когда автопроизводитель Америки в 50-х попал в потребности аудитории. И это была чистая заслуга Джонни. Параллельно с работой Джонни в GM в Форде тоже один из молодых управленцев делал успехи в своей карьере. Молодого менеджера звали Лида. Не удивляйтесь сейчас, ну реально такое имя Лидо. Он был точно так же, как и Джонни, из семьи иммигрантов. Только его родители были итальянцами. Отец много работал, не покладая рук. И к моменту, когда Лида подрос, у отца уже была своя маленькая сеть ресторанчиков. Какой же еще бизнес может быть, блядь, у итальянца, действительно? Отучившись в техническом институте на конструкторской специальности, Лида устраивается в Форд в 46-м году в должности инженера-стажера. Но сразу, моментально, с первых дней понимает, что сидеть за черчежными досками и рисовать какую-нибудь херню или какую-нибудь пружинку для каких-нибудь механизмов ему вообще не улыбается. Пару недель он все-таки порисовал там какие-то загогулины, но потом пришел к руководству и такой «Соберите меня отсюда, пожалуйста. Я очень сильно хочу у вас работать. Форд люблю, всем сердцем, но не чертить, пожалуйста». Без профильного образования внутри компании брали только в продажи. Хер ли там? Продавать-то это вам не головой думать! В тот момент считали в Форде, видимо, и, собственно, именно из-за такой политики они в полный рот отсасывали у Джем в продажах. Фактически, на рубеже 40-х и 50-х годов, несмотря на супер-успешное военное время, Форд находился в тяжелейшем кризисе. Генри Форд тот самый умер в 47-м году, а его сын Этсел Форд, которого Генри всю жизнь готовил на то, чтобы он заберет управление компанией на себя, умер от рака за 4 года до отца в 43-м году. Поэтому управление компанией упало на плечи Генри Форда 2-го, внука оригинального Генри Форда, и который вот вообще не рассчитывал, да и не хотел брать на себя управление огромным промышленным гигантом в свои 28 лет. Генри 2-й понимал, что такая должность и такая ответственность просто сожрет его молодость без остатка, так как ничего, кроме работы, у него в жизни не останется. Но, так или иначе, кризис Форде был не из-за того, что Генри 2-й встал у руля, а из-за больших, комплексных проблем. Финансовая модель трещала по швам, продажи были организованы хер пойми как, а продукция фактически вся была довоенной. И плюс, у всех жителей Америки марка Форд ассоциировалась только с одним автомобилем, Форд Модел Т, который из величайшего чуда прогресса в 1950-м превратился в древнющую ржавую телегу, с которой покупатели и ассоциировали целый бренд. Поэтому даже малейшей конкуренции Форд как производитель вообще не выдерживал. Вот примерно такое положение дел было в компании в тот момент, когда Лида попросился куда-нибудь в продаже. Его отправили в какое-то региональное зажопское отделение Филадельфии работать мальчиком на телефоне с клиентами. А надо понимать, что у бренда всего один клиент, которому он продает автомобили. Это дилер. Поэтому в обязанности Лиды входило общаться с местными дилерами и отгружать им машины, с чем он, собственно, успешно и справлялся. В продаже он погрузился с головой. Он изучал все взаимодействие дилеров с компанией, а также взаимодействие дилера с обычными людьми. Каждый день он думал, что можно улучшить и консультировал местных дилеров по модельному ряду, чтобы предлагать им наиболее выгодный набор моделей и их количество. За 4 года работы к 1953 году, благодаря тому, что он работал очень эффективно и всегда показывал высокие результаты, он дослужился до должности регионального менеджера Филадельфии по продажам. То есть заведовал абсолютно всеми продажами в регионе. И вот в этот момент в стране случается падение спроса и навыки продаж обычных продавцов в дилерах выходят на передний план. Если ты будешь производить самые великолепные автомобили на свете, но при этом с конечным потребителем у дилеров будут работать кретины вместо продавцов, ты ничего и никому никогда не продашь. И Лида это понимал. Он разработал собственную программу обучения для продавцов в дилерах и стал ездить по всем салонам, обучая местный персонал. А еще спустя два года он придумывает новую программу продажи автомобилей, аналога которой не было ни у одного конкурента. Он назвал эту программу 56 за 56. Продавил ее через финансовое подразделение и внедрил у себя в Филадельфию. Суть программы очень простая. Вы как покупатель могли прийти в салон Ford и забрать там новенькую машину 56 года выпуска за 20% стоимости, а потом в течение трех лет были обязаны платить за нее по 56 долларов в месяц. И фактически Лида изобрела автокредитование. Если в современном мире посчитать, сколько по итогу клиенту пришлось бы заплатить за автомобиль, то вы бы с ума сошли от такой кредитной ставки. Но в то время ничего подобного ни у кого не было. Поэтому программа порвала продажи в Филадельфии. В штат за автомобилями приезжали ребята из соседних штатов, лишь бы успеть на эту акцию, потому что она была ограничена всего одним годом. И фактически за этот год по этой программе было продано 75 тысяч автомобилей только в одном штате. И каждый проданный автомобиль по этой программе это личный успех молодого управленца. Такой рост продаж не могли не заметить в правлении. И через три года в 59-м Лида получает должность директора по маркетингу всей компании. Ровно в тот же самый год, когда Джонни в Джем выпустил свой стартчиф. Да, и кстати, Лида это полное имя молодого гения продаж из Форда. Но он всегда себя просил называть просто Ли. А фамилия у него была и Кокка. А Джонни бунтарь и красавчик гордо щеголял по офисам Дженерал Моторс с фамилией Де Лориан. Оба этих персонажа были детьми эпохи, когда США открывали для себя автомобили. Оба были фанатами автомобилей. Оба росли всю жизнь, наблюдая за автомобильным движением. Разница была лишь только в том, что Де Лориан хотел делать максимально крутые автомобили ради искусства, чтобы потом всем показать «Смотрите, какой великолепный автомобиль мы сделали!» А Ли Икокка хотел делать автомобили для людей, отталкиваясь от их потребностей и предпочтений. За 14 лет в продажах Икокка каждый день убеждался в том, что желание клиента первично и нужно отталкиваться от него. А Де Лориан бунтарь по своей натуре. Всегда был уверен в том, что он сам лучше всех знает, что нужно рынку, ведь он голос эпохи. Он ее кровный представитель и он своим нутром чует, что правильно, а что нет. Де Лориан после своего успеха с Пантиаком старчив, берется за новую идею. Он был уверен, что рынку нужна машина, которая будет стильной, будет дерзкой и при этом недорогой. И что самое важное, чертовски быстрой. Когда он радостно и прибежал в такое вправление с этой великолепной идеей, его как обычно осадили. У Пантиака была очень простая политика в модельном ряде. Чем мощнее и объемней мотор, тем дороже автомобиль. И по такой логике Де Лориану нужно было выбирать либо он делает недорогой автомобиль, либо он делает мощный автомобиль. Все просто. Притом, надо понимать, что над Пантиаком стоял GM, который в принципе не разрешал бренду ставить моторы более 5 литров объема, так как они в таком случае уже бы конкурировали с другими брендами концерна. А это не ни, а это ня-ня. Но Де Лориан стоял на своем. Он был уверен в том, что идея сыграет только в том случае и только при том условии, если мы дадим людям мощный, быстрый и относительно недорогой автомобиль сразу одновременно. Правление бренда сомневалось. С одной стороны, оно не хотело идти наперекор правилам компании. Но и отдавать потенциально выгодную идею другим брендам тоже как-то дать неохота. И видя эту нерешительность, Де Лориан предлагает следующую схему. Типа, давайте выпустим автомобиль в двух комплектациях, базовая будет с нашим обычным мотором, а специальная горячая версия будет уже с правильным, нормальным, здоровым мотором. И если вас захочет нагнуть GM, за это, что он собственно и сделает, вы покажите на обычной машине и будете говорить, что вы рассчитывали продавать только вот это. Вот, все. А спецверсия, это так, для парочки фанатов, бля, не обращайте внимания. И управление решилось. Они такие, хер с тобой. Мало того, что Де Лориану дали зеленый свет, так они еще и заранее согласовали все его идеи. Мол, делай, чего хочешь, там в любом случае пиздец из-за тебя. Джонни сам у себя в голове единогласно решил, что это должно быть низкое, спортивное и огроменное купе. А мотор должен быть обязательно 6,6 литров и естественно V8 на 350 плюс лошадей, который сможет автомобиль разгонять до сотни на уровне итальянских спорткаров. Самое главное, стиль, огромный мотор, максимальная мощность и хоть на сколько-нибудь разумная цена. Когда Де Лориан принес свои труды правлению, все такие, ебать какая красота. Красота, честно, Джонни, ну ёптай на пиздец. Какие 6,6 литров в Понтиаке? В Понтиаке, Джонни, ебать, лучше бы ты на скрипке учился. Но Де Лориан всех успокоил тем, что автомобиль по итогу будет стоить 3,5 тысячи долларов, а такая цена была очень похожа на Понтиак. 3,5 тысячи долларов на то время это 31 тысяча долларов сегодня. На наши деньги это примерно 2,2 миллиона рублей. Ты сейчас даже Октавию в максималочке не купишь за такие деньги. А тут огроменный спорткар с V8 и бешеной динамикой по тому времени. Де Лориан был уверен в том, что стране, которая сходит с ума по автоспорту, просто необходима такая машина. Ей нужен народный, недорогой спорткар. И он был прав. В 1964 году выходит в свет великолепный Понтиак GTO и просто взрывает дилерские центры. Изначально Понтиак GTO был просто комплектацией обычного серийного Понтиак Tempest вот такого автомобиля, как это изначально и предлагал сделать Де Лориан. Правление бренда думало ограничить планку выпуска в 5 тысяч экземпляров, чтобы гарантированно избежать вопросов от правления GM. Но, благо, рынок рассудил иначе. Комплектация появилась под конец 1964 года и сразу же моментально разошлась тиражом в 32 тысячи автомобилей. А в следующий 65-й год GTO раскупили тиражом 80 тысяч экземпляров с учетом того, что всего модели Tempest было сделано 180 тысяч в этом году. То есть 45% всех продаж модели приходились только лишь на заряженную комплектацию. И Де Лориан попал в точку. Огромный V8 в дешевом автомобиле, который может разгонять автомобиль до сотни за 4,8 секунды и это в 60-х. Феррари Дайтона, которая выпускалась примерно в то же время, ехала примерно 5,5 до сотни. Да, прикол Феррари в другом. Да, там был V12. Да, нельзя так сравнивать. Но любой суперкар, что Феррари, что Ламборгини того времени стоили около 20 тысяч долларов. А Понтьяк ГТО стоил 3,5, а мощности по итогу у него было даже больше, чем у этих суперкаров. Даже несмотря на то, что Понтьяк вообще не понимал, как ему рекламировать этот продукт, ГТО расходился тиражами под 100 тысяч автомобилей каждый год. Без нормальной рекламы и продвижения. Так как Понтьяк в основном был брендом для женщин, они и ГТО рекламировали как приятный, комфортный и удобный автомобиль. У тебя V8 на 300 плюс лошадей и 4,8 до сотки, но это фигня, дорогие наши дамы. Главное, смотрите, какой он мягкий, как плавно тут крутится руль и так далее. А в рекламных материалах для дилеров менеджмент говорил, что основное отличие ГТО от всех остальных моделей это шильдики. При этом между собой разные кузова отличаются, только колесные базы. Вот это по длине, это покороче, все на этом, господи, никаких отличий, не переживайте. Потом, судя по всему, ребята пообщались с клиентами и поняли, что машину-то покупают не из-за мягкого заднего дивана и начали рожать вот такие вот ролики. Вот у вас тигр, вот машина, вот тигр прыгает под капот и это все вместе новый ГТО с настоящим тигром под капотом. И несмотря на этот кринж в рекламе, это не помешало автомобилю моментально стать культовым. Во второй половине шестидесятых каждые пять с половиной минут где-то в стране продавался один ГТО. Каждые пять с половиной. Эти автомобили покупали обычные люди, чтобы ощутить себя за рулем спортивной машины за небольшое количество денег. Эти автомобили покупали, чтобы соревноваться по прямой. Эти автомобили покупали, чтобы ездить по кольцу. Эти автомобили покупали и хотели все люди, кто горел автомобилями. А на тот момент такими автомобилями болела вся страна. И благодаря этой модели Pontiac стал самым прибыльным из брендов внутри GM в шестидесятые. Фактически Pontiac GTO это первый маслкар в истории автомобилестроения. С него все началось. Единственное, что его никто тогда не называл маслкаром. Этот термин придумали сильно позже, где-то в районе восьмидесятых и девяностых. Но так или иначе, GTO это легендарный сумасшедший автомобиль эпохи, который появился на свет благодаря не менее сумасшедшим и гениальному Джону Делориану. И тот успех и фурор, который произвела эта тачка на всю страну, только подтверждал это. Но я же вам не зря тут про Лию Кокку еще наваливал полчаса. Буквально через несколько месяцев после выхода GTO на свет появится автомобиль, над которым несколько лет работал Лии Кокка. Только Лии Кокка не побежал сразу за чертежи, как Делориан, а провел подготовительную работу перед тем, как пускаться в разработку. Лии Кокка собрал группу специалистов и стал думать над новой моделью для рынка. Он понимал, что нужно создать такую модель, которая вытянет компанию со дна, иначе компания просто рухнет. Во-первых, он заказал большое маркетинговое исследование, чтобы выявить текущее состояние рынка и потребности людей. Исследование показало, что средний возраст покупателя снижается. Дети, которые родились после Второй мировой войны, вот-вот станут полноправными участниками рынка. Плюс образованных людей становилось больше, а исследования показывали, что образованные люди покупают более дорогие модели, как правило. Еще исследование говорило о том, что Носкар и Драйгрейс вызывали интерес у людей старшего поколения и тоже влияли на их решения по покупке автомобилей. Они все больше и больше обращали внимание на броски и мощные машины. Плюс второй автомобиль в семье уже не был чем-то особенным. Поэтому, как правило, у жены было что-то практичное и удобное для того, чтобы возить детей в школу, гонять в магазин за продуктами, а муж рассматривал к покупке как раз что-то более спортивное, с огоньком такое и менее практичное. Собрав все это в кучу, Ли понял, каким должен быть автомобиль. Он нарисовал у себя в голове, что это должно быть что-то динамичное, четырехместное, чтобы можно было покатать друзей или семью, при этом легкое и недорогое, чтобы его мог себе позволить, грубо говоря, вчерашний школьник и глава семьи в качестве собственной игрушки. И вот только после сбора всей этой информации он заперся в конструкторских отделах вместе с инженерами и дизайнерами. Они рисовали, проектировали и пытались придумать, как можно вписать все пожелания в недорогую конструкцию автомобиля. Самое проблемное место было в дизайне. У Форда в целом были очень большие проблемы с дизайном в то время. Поэтому Якокко задействовал абсолютно всех дизайнеров концерна. Он лично принимал каждую мелочь в машине. Линии кузова, дизайн торпеды, зеркал заднего вида и так далее. По его мнению, в конструкции автомобиля, от которого зависит судьба компании, не может быть незначительных деталей. Когда первые версии будущего автомобиля были готовы, Ли начал собирать фокус-группы, чтобы понять, они вообще в верном направлении движутся или нет. И все люди, которым показывали автомобиль, говорили, что они не смогут позволить себе такой автомобиль. Всем все нравилось, да, но по внешнему виду и его характеристикам он должен был стоить примерно 4 тысячи долларов. А отдавать столько денег за Форд, они сомневались. И это был идеальный ответ от людей для Икокки, ведь он знал, что конечная цена автомобиля будет 2,5 тысячи долларов. А с таким набором характеристик и ценой они просто обязаны взорвать рынок. Проблема оставалась только с названием. В отделе разработки работал специальный человек, который занимался подбором названий для моделей. И рабочее название у проекта был Форд Турино в честь итальянского курорта. Но в тот момент, пока шла разработка, Генри Форд 2, женатый сука-человек, замутил роман с итальянкой. И было бы крипово, если бы пресса пронюхала про такое и провела параллель с тем, что Форд назвал свой автомобиль в подарок любовнице. Поэтому Икокки решил поменять название на что-нибудь нейтральное, просто чтобы не подставлять своего босса. Он отправил спеца по неймингу в библиотеке, чтобы он принес ему все названия животных, которые только существуют, потому что вряд ли Генри Форд 2, блядь, замутит роман с Кэпибарой. Паренек воспринял миссию ответственно и притащил Икокки 42 тысячи названий. Держите, босс, изучите за завтраком, приятного вам аппетита, блядь. В итоге снова фокус-группы, снова куча обсуждений, собраний, всякого такого и было решено, что модель будет носить имя Мустанг. Премьера модели состоялась в том же 1964 году, в котором показали понтяк ГТО. С одной лишь разницей. В день старта продаж 17 апреля 1964 года на Ли и Кокку посыпались новости примерно следующего формата. Один из дилеров Чикаго закрыл двери салона, чтобы хоть как-то выдержать натиск покупателей. В Питтсбурге один из дилеров не смог довезти выставочную машину до мойки, так как его обступила огромная толпа людей и требовала продать им машину. В Техасе в среднем по штату на один автомобиль претендовало по 15 человек. По всей стране люди ломились в дилеры Форд, чтобы успеть оторвать свой автомобиль, но это было нереально. При этом план по производству. На первый год Форда стоял 75 тысяч автомобилей, но в первых же дни всем стало очевидно, что такого объема даже близко не хватит, чтобы покрыть спрос. В салонах натурально стояли толпы людей и требовали свой Мустанг. Счастливчики, которые успевали купить себе автомобиль, моментально становились главными пижонами района, а некоторые из них перепродавали автомобиль в три конца, просто потому, что автомобиль было невозможно достать. В первую неделю продаж салоны Форд посетило более 4 миллионов американцев, а журнал Тайм впервые за свою историю поместил на свою обложку человека вместе с автомобилем. Естественно, на ней был Мустанг Ильи Кокко. Правление Форда тем временем бросило все свои силы на то, чтобы покрыть спрос и начало просто в армейском порядке расширять производственную линию. Так как изначально Форд планировал выпускать 75 тысяч автомобилей в год, и менеджмент просто тупо не закладывал большей мощности под Мустанг. За 9 месяцев 64 года с учетом того, что вся компания работала на Мустанг, они смогли произвести всего лишь 121 тысячу автомобилей, которые просто бросали в людей, чтобы хоть как-то утолить голов. Единственный автомобиль, который в первый год производства был выпущен большим тиражом, был Форд Модел А в далеком 1927 году. Ни одна другая модель Форда не смогла больше похвастаться подобными цифрами. А за первый год продажи модели от апреля 64 до апреля 65 Мустанг установил абсолютный рекорд компании в 318 тысяч проданных экземпляров. Так как концерну все-таки получилось хоть немного наладить производство под дикий спрос. За календарный 65-й Форд продал абсолютно невозможные 560 тысяч автомобилей. А в следующем 66-м году еще 607 тысяч автомобилей. И это уже не по одной машине в 5 минут, как с понтяком. Это по машине каждые 52 секунды. Каждые 52 секунды кто-то в стране покупал Мустанг без перерывов на сон, обед и выходные. При этом фактически в этом автомобиле не было чего-то сверхтехнологичного или прорывного. Он стоял на базе обычного Форд Фалкон. Под капотом в базе у него был 2,8 на 100 лошадей, а в топе в 8 на 164 силы. Потом мотор улучшили. Да, они стали мощнее, но эти автомобили покупали не за их спортивные характеристики. Мустанг покупали потому, что его мог позволить себе чуть ли не каждый первый житель штатов, так как он был дешев, но при этом он был стильным, дерзким и полностью отражал в себе дух эпохи. Именно дизайн в соотношении с ценой стал самым главным аргументом для покупки и Форд в каждом своем рекламном ролике щеголял наградой от Тиффани за лучший автомобильный дизайн, а после этого сразу показывал цену в 2368 долларов и за такие небольшие деньги ты мог себе купить икону стиля 60-х. Да, там был удобный четырехместный салон, да, большой багажник и все такое, но покупали этот автомобиль чисто из-за того, что это был очень доступный входной билет в мир стильных и красивых автомобилей. Фактически, Форд, как компания, второй раз в жизни подарил миру автомобиль. Первый раз это случилось с Форд Модел Т, когда Форд подарил миру просто доступный автомобиль и абсолютно неважно, каким он был. А в случае с мустангом, Форд подарил всей стране и всему миру доступный автомобиль, который влюблял себя, которым люди гордились, за рулем которого можно было кайфовать в полный рост и отправляться в путешествие за рулем во все концы страны, абсолютно не переживая по поводу, без цели, без плана, бесконечного пункта назначения. Буквально за несколько лет появилась куча конкурентных моделей от других производителей. Chevrolet Camaro, Dodge Charger, Chevrolet Chevrolet CC, Plymouth Belvedere, Oldsmobile Catlas и так далее. Но ни один из них не смог догнать мустанг. Pontiac GTO был первооткрывателем класса маслкаров и поникаров, а Форд Мустанг их лидером по продажам. А все эти автомобили вместе были новой любовью и страстью автомобилистов. В середине и в конце 60-х Америка в очередной раз сходит с ума от автомобилей. Вся эта энергия, которая копилась в людях на протяжении всего 20-го века, все эти влюбленные глаза маленьких мальчиков 20-х, 30-х, 40-х годов, которые смотрели на автомобили, все безумные крики и аплодисменты трибун Носкара и Драгрейса и все желание урвать для себя и примерить на себя частичку тех эмоций, которые испытывали пилоты автомобилей на треке, вылилось в автомобили новой формации, в настоящие, безумные маслкары и поникары. Мустанг, Понтиак ГТО, а также последовавшие за ними Камара, Чарджер, Шевиль Си Си и тонна других моделей, это не автомобили. Мустанг, Понтиак и все их последователи это символы эпохи, символы американской эпохи двигателя внутреннего сгорания, которая рычала на всех бесчисленных треках и дорогах страны и которая зажигала сердца и глаза маленьких мальчишек, живущих в этом безумии. И благодаря этим автомобилям каждый сумасшедший наконец-то смог себе урвать частичку своей собственной мечты. Мечты стать тем бесстрашным водителем, на которых ты смотрел всю свою жизнь. Маслкары и Поникары это не автомобили, это безумие и любовь людей, воплощенные в металле. И зажечь эту любовь и страсть стране помогли Билл Франц и Оли Паркс. А реализовать свою любовь в автомобиль страна смогла благодаря гениальным Джону Делориану или Икокке. Итак, 70-е. Если и можно считать какой-то период трагичным для американского автомобилестроения, то это будут именно 70-е. И вряд ли наши герои такие «Ммм, 70-е, как хотелось бы вернуться? Ммм, у меня как раз не все волосы в то время выпали». После успеха Мустанга Икокка продолжил заниматься разработкой новых моделей. Какое-то время ему нужно было сопровождать Мустанг, ну там, типа, нужно было заниматься производством, распределять партии автомобилей, между дилерами, поддерживать сервисные компании, ну и так далее. Когда Икокка нормально наладил все процессы и Мустанг смог существовать без его контроля, он понял, что нужно двигаться дальше и стал потихоньку разбираться со всей компанией. Сразу после Мустанга он привел в порядок умирающее отделение Меркури-Линкольн, которое находилось внутри Форда и выпустил на рынок Кугар. Фактически это был перелицованный и более жирный Мустанг, но модель очень быстро разошлась большим тиражом. А после Кугара под руководством Икокки вышел Линкольн Марк 3, который обогнал в продажах своего извечного конкурента к дела Кальдорадо. Форд, как компания, мечтал об этом с 30-х годов, но получилось это только у Икокки. По имену новых моделей Икокка привел компанию в автоспорт. Инди 500, Формула 1, Лиман, Ралли и так далее. Во всех популярных дивизионах участвовали автомобили Форд. Но не потому, что Икокка был фанатом автоспорта, а потому, что он знал, что это очень важно для продаж и имиджа компании. Как очень часто говорили в дилерских кругах в то время, в воскресенье ты выиграл гонку, а в понедельник продал автомобиль. При Икокке Форд снова стал сильнейшей компанией страны. А сын обычных итальянских иммигрантов, которые когда-то покинули свою страну в надежде на лучшую жизнь, добился невозможного. В 70-м Икокка вступает на должность президента компании Форд. Человек, который 24 года назад пришел в компанию обычным продавцом на телефон, теперь сидел в президентском кресле. И это было абсолютно заслужено, так как все эти 24 года Икокка работал не покладая рук. Вся компания очень уважала его, так как все видели и знали, что он пашет как черт. И его результаты говорили сами за себя. Развернуть огромную, неповоротливую компанию, дать ей вторую жизнь в ситуации, когда все катится к чертям, может только гениальный человек. Икокка был именно таким. На посту главы компании он, само собой, много что делал, но его основным проектом был новый автомобиль. Он уже четко понимал, что залог успеха в том, чтобы сделать недорогой, надежный, но при этом броский автомобиль. Если дать человеку за небольшие деньги возможность гордиться своим автомобилем, то это точно будет бестселлер. Таким автомобилем и новым успехом марки стал Форд Пинтер, который появился в год назначения Икокке на новую должность в 1970 году и который полностью разрабатывал эту модель. Первый год разошлось 350 тысяч автомобилей, что было немного меньшим суперуспешного Мустанга, но все равно результат был великолепный. А Икокка, глядя на все это, даже пророчил модели повторения успеха Форд Модел Т. Но на самом деле автомобиль был самый обычный, в нем не было ничего удивительного, но народ его покупал, а остальное уже было не так важно. Параллельно с Икоккой, само собой, Джон Делориан продолжал свою работу в Дженерал Моторс. После выхода Понтиако GTO, Делориан нацелился на то, чтобы сделать конкурента Шевроле Корветт, но руководство концерна, которые были сплошь старыми пердунами, напоминаю, не согласовало такие приколы. Делориану фактически дали бессмысленное задание, просто чтобы занять мальчугана. Ну, по крайней мере, боссы из GM так думали. В ответ на Форд Мустанг, GM в торопях выпустил свой Шевроле Камара в 66-м году. Машина была откровенно сырой, так как ее проектировали в жуткой спешке. Но, тем не менее, она продавалась примерно по 180-200 тысяч автомобилей в год. Боссы подумали, что дадут Делориану эту платформу от Шевроле Камара, но чтобы не создавать конкуренции внутри концерна, Джонни должен будет сделать более дорогую версию под эмблемой Понтиак, что на самом деле само по себе было бредовой задачей. Что Мустанг, что Камара покупали только лишь потому, что они были дешевыми и очень крутыми за свои деньги. Надеваться некуда, надо разрабатывать, значит надо разрабатывать. Благо, в дизайн автомобиля никто не лез. Делориан изменил линии кузова и немного поменял пропорции автомобиля, чтобы дать ему более спортивный вид. Несмотря на то, что Камара и новая модель Понтиака абсолютно идентичны как по технике, так и по платформе, Понтиак на вид получился легче и стремительный. И естественно, ему нужно было громкое название, которое у Делориана уже давно было готово. Модель назвали Понтиак Фэрберт. Когда Джонни показал правлению модель, они такие, ну ладно, допустим, давайте уже побыстрее это в продажу выпустим и забудем про это как про страшный сон. Но в первый же год продаж в 67-й стало понятно, что с Фэрберном что-то не так. По идее, этот автомобиль должен был просто заткнуть ценовую дырку в модельном ряде GM и вообще не претендовал на хоть какие-либо продажи. Но когда принесли отчеты по первому году продаж, все управление такое, в смысле мы продали 80 тысяч автомобилей? Че, блин, оно ж стоит дороже, чем Камара, а автомобиль такой же. А в следующий год было продано еще 100 тысяч автомобилей, а потом еще 87 тысяч. Да, понятно, что Камара было не догнать, он продавался по 200 тысяч штук в год, но все равно для Понтиака это были немыслимые объемы. Главным брендом в Джейме само собой был Шевроле. И когда ребята из Шевроле заметили через несколько лет, что Делориан сделал с Фейербердом и какие результаты показывала эта модель, они сразу такие, ну-ка, вот этого молодого человека сюда к нам, пожалуйста. И таким образом, в 72-м году Делориан становится самым молодым членом правления Джейме. Точно такой же сын эмигрантов, только не итальянских и румынских, придя на базовую позицию, смог пробиться вверха компании только благодаря своему таланту, упорству и достижениям. Но это реально было очень забавно. Посмотрите просто вот на эту фотку. Вот они, владельцы проперженного насквозь кресла, которое правило Джейм в то время. И Делориан, который сидит такой, мама, помогите, где моя скрипка, мама? И вот в таком положении наши герои подходят к 70-м. Первое, что произошло в начале этого десятилетия, это глобальный энергетический и нефтяной кризис. Более подробно мы про него говорили в нашей работе про экологию, нефть и электрокары. Но тут я зафиксирую основные моменты, которые нам важны для этого материала. Вся заварушка произошла из-за того, что страны Востока, которые поставляли нефть по всему миру, пригрозили, что в любой момент можем обрубить поставки. А также мы сами будем решать, сколько нефти и какой стране мы будем поставлять. Если мы решим, что в вашу страну нефть поставлять не стоит, мы вам ничего поставлять и не будем. Вот примерный слоган арабов в то время. На рынке нефти, понятное дело, тут же началась паника. Цены взлетели, а США стали экономить нефть и бензин всеми возможными методами. А для обычного гражданина эта вся история выглядела так, что ты просто не мог заправиться. На заправках тупо не было топлива. А если тебе где-то и удавалось раздобыть пару галлонов бензина, то он стоил чуть ли не в два раза дороже обычной цены, так как она сразу же улетела в потолок. Притом, в 78-м году случится второй виток кризиса, и итоговая цена бензина в конце десятилетия будет в четыре раза больше, чем в начале. Второй важный процесс, который происходил в 70-х, падение Детройта, о котором мы также говорили в отделе нашей документалки. В 67-м году в городе случился бунт местного чернокожего населения, который пришлось подавлять танками. Бунт, само собой, не произошел сам по себе, а был просто логичным следствием той атмосферы и обстановки, которая царила в городе. В Детройте образца конца 60-х, начала 70-х тупо было опасно жить, и все здравомыслящие люди валили из Детройта при любой возможности. А для компаний, которые смогли выжить в 70-е, перемещение заводов, офисов, складов и контрагентов из Детройта в другие части страны стоило очень дорого. Паккард, Студебекер, Миджет Моторс, Рео Моторс, Хадсон, Уиллис Оверланд и Кельвинатор. Кельвинатор, бля, перенимая компания, так называлась, нахуй, Кельвинатор. Вот эти все компании не смогли пережить период 50-х, 70-х годов. И это далеко не полный список. Компании разорялись одна за одной. Плюс, в эти же 70-е года экоактивисты и политики протащили первые в мире экологические нормы по выбросам. А это сразу означало, что всем автопроизводителям нужно было тратить дополнительные деньги на разработку новых моторов, которые будут соответствовать этим требованиям. Короче, для автопроизводителей 70-е были полной противоположностью жирных 50-х и первой половины 60-х. И объективно компании не были готовы к такому раскладу. DeLorean чувствовал себя в правлении вообще не в своей тарелке. Мало того, что там одни корпоративные деды, так его еще и лишили его любимого занятия проектирования. Когда ты встаешь на руководящую позицию, первое, что ты делаешь, это перестаешь работать руками самостоятельно. Любое руководство отвечает за правильную организацию процесса руками других людей. И в этом его суть, а не в том, чтобы собственноручно что-то там делать. Джонни был конструктором до мозга костей, и ему вот это все управление, политические игры внутри высших чинов управления корпорацией, бесконечные собрания, обсуждения, летучки нахер были не нужны. Он всей душой ненавидел такую работу. Он хотел своими руками лично делать лучшие автомобили в мире, а не сидеть в пыльном кресле и потихоньку превращаться в точно такого же типичного старого пердуна исправления. А когда начался кризис 1973 года, и внутри менеджмента GM была паника и истерика, Джонни посмотрел на все это дело и подумал, что он точно не хочет тратить свою жизнь на эту компанию и на этих людей. Встал и молча вышел. И как ни странно, Джонни отпустили довольно легко. Его не заставили выплачивать какие-то огромные компенсации, не стали насильно удерживать на позиции, а просто такие «Да, да, конечно, добро пожаловать отсюда, не смеем вас задерживать». Скорее всего, так поступили потому, что в кризис сэкономить зарплату топ-менеджера лишним не будет. Да и, я думаю, тупо не до этого было. Всем остальным руководителям нужно было спасать компанию. Так или иначе, в 1973 году с попутным ветром в спину Делориан уходит из компании. И, естественно, он не собирается покидать автомобильную индустрию. И точно так же Делориан не собирался больше наниматься в штат, в инженерные отделы или в руководство какого-нибудь бренда. Делориан хотел свое. Он хотел создать собственный бренд, собственный автомобиль и показать всему миру, на что он способен. Самая главная задача была в том, чтобы найти финансирование и построить завод. А за автомобиль Делориан вообще не переживал, так как создавать шедевры этот человек умел. Так как Джонни на тот момент уже был известным человеком с репутацией, он довольно быстро смог подтянуть деньги. Во-первых, ему открыли здоровенную кредитную линию в Банк оф Америка на старт-компании, а также он привлек несколько частных инвесторов. Во-вторых, по опыту GM Делориан знал, что если поставить завод в каком-нибудь регионе с высокой безработицей, вот в каком-нибудь жопе вообще, то можно будет сэкономить на зарплатах, так как люди будут готовы работать за маленькую зарплату, а также можно будет договориться с правительством региона, чтобы власть поддержала какими-нибудь грантами создания новых рабочих мест. Таких регионов, которые подходили Делориану, было два, Пуэрто-Рико и Северная Ирландия. После не очень продолжительных переговоров было все-таки решено строить завод в Ирландии, так как правительство Великобритании любезно предоставляло землю и 120 миллионов долларов поддержки для нового завода. В целом нужно было 200 миллионов долларов на весь завод. 60% от этой суммы это довольно весомый аргумент, чтобы согласиться на условия и поставить завод там, где тебя поддержат деньгами. Фактически на все эти переговоры поиск денег проектирования завода ушло 5 лет и в 1978 году начинается строительство завода DMC Делориан Мотор Компани. И когда стало понятно, что завод будет существовать, дело оставалось за малым. Нужно было создать самый лучший автомобиль в мире. Наконец-то Делориан был свободен делать то, что хочет. Ему больше никто не мешал и никто не ограничил его в творчестве. Идея была в том, чтобы повторить феномен маслкара. Автомобиль должен был быть мощным, стильным, статусным и недорогим. Но помимо стандартных черт маслкара, у этого автомобиля должно быть еще кое-что. Он должен быть технологичным. Он должен быть автомобилем, который откроет людям двери в новую эпоху автомобилестроения. Изначально планировалось, что Делориан возьмет V8 и всю подвеску от Корвета. От самого крутого автомобиля Дженерал Моторс на тот момент. Плюс привлечет к разработке внешнего вида своего автомобиля самого стильного дизайнера той эпохи Джорджетто Джуджаро. А шасси будут доводить до ума инженер из Лотуса. Плюс Делориан вместе с собой из GM утащил Уильяма Коллинса, главного инженера и проектировщика Пантиака, с которым он работал много лет. И вот этот план на бумаге выглядел просто великолепно. К тому же Делориан хотел сделать абсолютно уникальный внешний вид, поэтому у автомобиля в обязательном порядке должны быть двери в виде крыльев чайки. Автомобиль должен быть сделан из дорогой нержавейки, чтобы ему не нужна была краска в принципе, и при этом он имел свой уникальный металлический цвет. И для того, чтобы он на дороге управлялся как никто другой, ему обязательно нужен мотор сзади. При этом за счет дешевого производства, дешевых рабочих в Ирландии и субсидий от правительства итоговый ценник должен был быть всего лишь 12 тысяч долларов. Поэтому на стадии прототипа все выглядело просто великолепно. К тому же автомобиль еще назывался DSV-12, где DSV это DeLorean Safety Vehicle, а 12 это цена, в которую целился производитель. А к старту производства автомобиль уже переименовали в DMC-12. По всем чертежам и опытным образцам автомобиль должен был получиться просто легендарным. И DeLorean не мог дождаться того момента, когда наконец начнется производство. Но на самом деле и DMC-12 это автомобиль, который вместо того, чтобы стать бестселлером, полностью разрушит карьеру Джона DeLorean. Автомобиль, о котором мечтал DeLorean всю свою жизнь за несколько лет просто растопчет своего создателя. Проблемы начались сразу же с первого и самого главного узла автомобиля с мотора. DeLorean изначально рассчитывал, что он купит лицензию на V8 от Корвета. Но тут был маленький нюанс. Он заключался в том, что Джонни, бунтарь по своей природе, не смог нормально уйти из GM. Когда он вышел из правления, к нему естественно прибежала толпа журналистов расспрашивать, что же случилось, как же так получилось и вот это все. И вместо того, чтобы сказать что-то нейтральное по типу ну я просто хочу развиваться в другом направлении или я благодарен компании за то время, которое я в ней провел, но теперь время двигаться дальше или вот что-нибудь в таком духе, DeLorean начал поливать все, что думал. Что в правлении одни старые пердуны, что вся компания устроена через жопу и в гробу вообще он видал там работать. Естественно, Джим обиделся. И логично, когда великий стратег публичного общения пришел к ним с просьбой продать ему мотор, они послали его куда подальше. GM очень чувствительная компания к публичной критике. Примерно в тех же годах гремела история о Chevrolet Carver, о котором мы рассказывали в 75 минут ты будешь пристегиваться. Контекст такой, что один из журналистов, которого звали Райф Нейдер, нашел очень серьезные проблемы в конструкции автомобиля GM и публично высказывался по этому поводу. И концерт вместо того, чтобы просто признать ошибку, объявил слежку за этим журналистом, психологически давил на него и всячески преследовал. И само собой, публичная критика компании от человека, который работал в правлении, была еще больнее для компании. Поэтому никто ничего Делорену в жизни бы не продал. Точно так же Делорену отказали в Форде с продажей их V6, так как просто не хотели связываться со скандальным персонажем. И по итогу, единственным мотором, который Делорен смог купить и который подошел по конструкции, был V6 PRV. Мотор назывался PRV потому, что это была совместная разработка Peugeot, Renault и Volvo. Мотор был 2,8 объемом, и после настройки его по всем действующим эко-нормам он выдавал безумные совершенно 130 лошадей. Буквально из-за нескольких необдуманных интервью мощный V8 на более чем 300 лошадей от Корвета превратился в V6 от Peugeot, Renault и Volvo на 130 лошадей. Помимо мотора Делорен промахнулся абсолютно в каждом компоненте автомобиля. Так как он был откровенно плохим менеджером, процессы сыпались еще до запуска производства. Отказы поставщиков, проблемы с логистикой, неэффективное производство, нехватка запчастей, кадровый голод и куча других мелких проблем привели к тому, что к началу производства автомобиль стоил не 12 тысяч долларов, а 25. Делорен промахнулся в своих расчетах с розничной ценой практически в два раза. Если идея уникального автомобиля с мощным V8 за 12 тысяч долларов была многообещающей, то машина с мотором от Peugeot, Renault и Volvo на 130 лошадей за 25 тысяч долларов была полным провалом, так как за 30 тысяч долларов на тот момент уже можно было купить Ferrari. Завод начал свою работу в декабре 1980 года, а первый автомобиль сошел с конвейера в январе 81-го, почти на два года позже планируемого срока. Первая партия должна была состоять из 4 тысяч автомобилей, на которые были сделаны предзаказы еще на моменте строительства завода, но сразу стало понятно, что это выполнить нереально. Во-первых, конвейер просто не мог выпустить требуемый объем, так как были постоянные перебои с поставками запчастей, а рабочие на конвейере работали из рук вон плохо. А когда первые автомобили, до клиентов, стало понятно, что это вообще не то, что ожидали люди. Машины были все кривые, косые, собраны кое-как и очень ненадежные. Сбоило буквально все, и клиенты штурмовали дилеров с требованиями, чтобы им починили их автомобили. Но запчастей это толком нет, а как это обслуживать никто толком не знает, а завод-изготовитель никак не реагирует на запросы. Даже с учетом того, что гарантия от завода была всего лишь один завод не мог оплатить ремонты даже на этом маленьком промежутке, так как у него тупо не было денег. Продажи рухнули моментом. За весь 81-й год DeLorean смог произвести только 7,5 тысяч автомобилей, а продать у них получилось всего лишь 3 тысячи. DeLorean рассылал всем дилерам письма, чтобы они каждый выкупили по 6 автомобилей, чтобы спасти компанию от финансового краха. Но ни один дилер не хотел покупать такой сырой продукт, который очень сложно продать, а после тебе его еще и придется чинить за свой счет. Все дилеры понимали, что если они продадут автомобиль, то с очень высокой вероятностью клиенты могут вернуться с требованиями о гарантийном ремонте, а завод-изготовитель им ни в чем не поможет, и они останутся один на один с недовольным клиентом. По итогу компания несла огромные убытки. Строительство завода и разработка автомобиля сожрала все доступные деньги, а доходов от продаж не было, машины не продавались, а даже то небольшое количество автомобилей, которые все-таки доехали для клиентов, тоже тащили за собой расходы, так как требовали очень много гарантийных ремонтов, и Делорен понятия не имел, как исправить ситуацию. Финансовая отчетность трещала по швам, и все знали о том, что у Делорена большие проблемы. Все-таки он был очень заметным человеком, много с кем общался, и у него было много друзей, но одновременно с этим также у него было много врагов. О том, что произошло с Делореном дальше, существует куча теорий, и все разные, и ни у одной нет железных доказательств, но все они не в пользу Джонни. Вот что фактически произошло. В конце 1982 года на Джонни заводят уголовное дело по контрабанде наркотиков, а конкретно кокаина на сумму 2 миллиона долларов. Неожиданная херня в этом рассказе, я понимаю, но поверьте, тоже знатно охренел. У Джонни был сосед по дачному поселку, который был в курсе его финансового положения. И он как-то приперся к Джонни и такой, слушай, дело есть, давай ты мне поможешь провернуть одно дельце. У тебя вот там есть 2 миллиона долларов, ну вот смотри, вот у меня есть контактики, можно там закупиться на эти 2 миллиона долларов одним веществом, сюда его привезем и за 30 дунем как нехуй и сами еще дунем. Дел плевое, я сто раз так делал, переживать вообще не о чем. Делориан, бунтарь по натуре и по всей видимости долбоеб, зачем-то согласился. И вот тот случай, когда вот реально Плушев на скрипке играл. Но, как только Джонни перекинул баблишко и получил груз, его тут же естественно схапал с УБР. И оказалось, что его сосед это подсадная утка, а вся эта операция была заранее спланирована. Задачей агентов было продавить Делориана на то, чтобы он согласился поучаствовать в этой вечеринке, а дальше посадить его до конца жизни уже будет не проблемой. И, собственно, сосед с задачей уболтать Делориана справился отлично. Но посадить Делориана у них, слава богу, не получилось. Присяжные вошли в его положение и оправдали его под тем предлогом, что со стороны ФБР это была грязная работа. Они знали о его финансовых трудностях и фактически не оставили ему выбора. И сами навязали ему эту доставку наркоты. Вопрос, который остался без ответа. Схера ли вдруг Делориан понадобился ФБР? И почему именно его выбрали жертвой для того, чтобы схватить на контрабанде наркотиков? Кто-то говорит, что это подстроили конкурирующие компании, которые боялись успеха ДМС-12. Кто-то считает, что это месть Джедерал Моторс за постоянную критику, которую они получали в свой адрес от Делориана. Но правды мы не узнаем. Самое главное в этой ситуации это то, что деловой репутацией Джона был нанесен смертельный удар. С такой отметкой на лбу, что на тебе висит или висело уголовное дело о контрабанде кокаина, ты никогда не сможешь привлечь финансирование. И компания Делориана рухнула в одночасье. Вдвойне обидно, что в год падения Делориан Мотор Компани на свет появился фильм, благодаря которому мы все с вами знаем эту тачку «Назад в будущее». Фильм, который моментально сделал автомобиль культовым, вышел спустя буквально несколько месяцев от того, как встали конвейеры завода. И DMC-12 это последнее творение, которому приложил руку Джон Делориан. Он до конца жизни будет мечтать о том, что он сможет создать еще один легендарный автомобиль. По автомобильному сообществу постоянно ходили слухи, что вот-вот что-то появится, сейчас что-то где-то будет. Но фактически Делориан уже никогда не сможет оправиться от удара, который нанесло ему судебное дело. Как сказал Ли Икокко, Джон Делориан очень сильно по-человечески завидовал ему, когда Икокко оказался на обложке журнала Time после выхода Мустанга. И он очень сильно хотел попасть на нее. И как же трагично то, что Джон все-таки оказался на обложке, но совершенно по другому поводу. Джон Делориан умрет в 2005 году с мыслью о том, что у него не получилось. Но лично для меня он все-таки останется человеком, который смог осуществить свою мечту. Он смог сделать автомобиль, который знает каждый мальчишка, родившийся в 80-х и 90-х. Автомобиль, на котором все мы с вами хотим прокатиться. И все мы с вами знаем, что этот автомобиль носит имя Делориан. Имя одного из самых выдающихся автомобильных конструкторов 20-го столетия. Тем временем, пока разворачивалась вся эта история с Делорианом, Форду тоже было не сладко. В 1978 году в дорожно-транспортном происшествии заживо сгорают три девушки, которые находились внутри автомобиля. Проблема была в том, что они находились в Форт Пинто, одной из видитных карточек Ли Якотки. Форт Пинто это тот автомобиль, который увидел свет в год назначения Якотки на пост главы компании. Фактически, этот автомобиль был ответом Форт на европейский Volkswagen Juke, который обретал популярность на американском рынке, и Форт тоже хотел выпустить свой дешевый и массовый автомобиль. Получившийся Пепелатс был вполне достойным автомобилем, особенно при цене в 1800 долларов. И, как я уже говорил, за первый год было продано 350 тысяч автомобилей, а всего за 9 лет производства тираж составил аж 3 миллиона автомобилей. Но буквально через 2 года после запуска модели случается трагедия. В 1972 году некто Лили Грей ехал вместе с 13-летним подростком Ричардом Гримшоу по одной из трасс Калифорнии. На скорости около 50 миль в час, это наши 80 км в час, они попадают в аварию, в результате которой у автомобиля вспыхивает бензобак, и девушка-водитель погибает на месте, а подросток получает серьезные ожоги по всему телу. Проблема была в горловине бензобака, которая была неудачно спроектирована и даже при небольшом ударе в зад автомобиля лопалась. Из разорванной горловины и самого бензобака бензин попадал на горячий выхлоп, и автомобиль моментально взрывался, не оставляя шансов пассажирам. Суд штата Калифорния после расследования постановил выплатить семьям пострадавших 3,5 миллиона долларов, что Форд само собой выполнил. Но защищаясь в суде, компания допустила фатальную ошибку. Форд заявил примерно следующее. Так как Пинта популярный автомобиль, их вот уже почти миллион на наших дорогах, отзывная компания и переоборудование всех автомобилей будет для нас очень дорого, ребят. Намного дороже, чем компенсации всем потенциальным жертвам, которые могут сгореть в наших автомобилях. Поэтому мы ничего с этим делать не будем. Нам дешевле ни хера не делать. Тем более, мы ж не дураки. Мы изначально были в курсе этой конструктивной особенности. И у других производителей есть точно такие же упущения. Вы что думаете, тут кто-нибудь заморачивается что ли? Нет, конечно. У всех такая фигня есть и ничего, как-то справляются. Позиция компании, основанная на сухом расчете, которая впрямую говорила, что для нас деньги важнее человеческих жизней, подняла не то чтобы волну общественного возмущения, а целая цунами говна по всей стране. Каждую аварию с участием Форд Пинта общественность рассматривала буквально под микроскопом и если кто-то из людей погибал в ДТП, тут же обрушивали на Форд новую волну критики. При этом всем было невдомек, что автомобили других концернов ровно точно такие же. В 70-х автопроизводители не сильно парились о том, что будет происходить с автомобилем при столкновениях. Но только из-за позиции Форда, что отзывная компания им не по карману, люди уничтожали Пинта. Но при этом одновременно с этим его продолжали покупать сотнями тысяч. Такая вот биполярка. Такое общественное беспокойство по поводу автомобиля никак не могло пройти мимо NHTCA, Организации Безопасности Дорожного Движения, которую создали буквально за несколько лет до скандала. В 74-м году они взяли целую партию Пинта и начали проводить испытания, чтобы понять, действительно ли автомобиль опасен и его производство нужно прекратить. Или с автомобилем все в порядке и народ просто пересрал. Первый этап испытаний, в том числе и со столкновениями, не выявил того, что топливо может взрываться. При всех стандартных испытаниях бензин не взрывался. И NHTCA честно об этом написали в 74-м году, мол, Пинта нормальный, обычный автомобиль, нифига тут страшного, нет. Но активистов и общественность такая позиция не устроила само собой. Все особо одаренные интеллектом граждане такие сразу «Да, понятно, Форд бабла отвалил, купил там всех, понятно, все тоже мне организация безопасности, да-да». Позиция NHTCA была ровно такая же, как и у Форда. Все необходимые испытания автомобиля проходят без проблем, и в его конструкции нет чего-то такого, что его отличало бы от всех современников. Все плюс-минус одинаковые. И понятное дело, что людей такое заявление не устроило, а подстегнуло еще больше. К делу тут же подключился Райв Нейдер, тот самый, которого преследовал GM за критику «Шевроле Карвейр» и возглавил общественное возмущение. Активисты считали каждую аварию и каждую смерть, которая произошла в Пинто, и к 78-му году они уже насчитали 24 смерти от загоревшегося бензобака Пинто. Тот факт, что за все время, когда производился Пинто с 70-го по 78-й на дорогах США в общем погибло почти 450 тысяч человек, никого не смущал. Главное, что за эти 8 лет 24 человека из этих 450 тысяч погибли от бензобака Пинто. Но в 78-м году случается последняя и самая резонансная авария, в которой заживо внутри Пинто сгорают три девушки 16-18 лет. Это ДТП стало известным на всю страну и не могло оставить ни одного равнодушного. Посудите сами, три молодые девушки, фактически подростки, ужасная смерть от огня, да еще и в автомобиле, который несколько лет к ряду критиковали за его опасную конструкцию. Общественность была настолько возмущена, что у NHTSA не осталось выбора и нужно было повторно открывать дело. Только в этот раз задача стояла не проверить автомобиль, а доказать всеми возможными методами, что он опасен. Вот делайте, что хотите, но результаты испытаний должны говорить, что автомобиль опасен. И естественно, NHTSA пришлось мухлевать. Они вешали дополнительные металлические болванки под передний бампер автомобиля, который врезался в зад Пинта, плюс увеличивали скорость столкновения, оставляли у заднего автомобиля фары включенными, чтобы повысить шанс воспламенения бензина, поднимали заднюю подвеску у Пинта, чтобы бензобак был более уязвим и так далее. По итогу, само собой, ребята вышли с заключением, что да, Пинта опасен и надо бы провести отзывную кампанию. Но естественно, это было сделано для того, чтобы успокоить людей, так как все изменения в конструкцию, которые рекомендовал НСТС, и которые нужно было внести, заключалось в том, чтобы между горловиной и кузовом нужно засунуть такую маленькую пластиковую защиту. И тогда она не будет лопаться. Все, хватит. Профанация. Чистой воды. Но нужно было хоть что-то сделать, пусть и абсолютно бесполезное, чтобы успокоить сошедшую с ума толпу. И само собой, после этой истории ни о каких рекордных продажах и финансовом успехе модели речи не шло. Имидж автомобиля был просто растоптан в глазах покупателей Ford. И через год после повторного расследования NHTCA концерн навсегда снимет модель Пинта с производства. А журналы и прочие популярные издания еще долго будут кидаться говном в машину. Forbes назовет Пинта одним из самых худших автомобилей всех времен, хотя кто Forbes спрашивал вообще? Time тоже включит Пинта в 50 худших автомобилей века, а журнал «Популярная механика» назовет этот автомобиль самым запоминающимся провалом 20 века. Хотя в 91 году в научном журнале «Радгерс» вышла статья профессора юридических наук Герри Шварца о Ford Pinta. Его, как юриста, заинтересовал этот случай, когда автомобильную компанию нагибали ну просто так, без видимых на то причин. И в своей статье Шварц доказал, что Пинта не был опасен. Наоборот, если сравнивать средние показатели возгораемости автомобилей того времени, у Пинта они были даже ниже среднего. Судя по статистике пожаров, в процентах от общего количества аварий он был ровно такой же, как популярные Chevrolet Vega и Datsun 510. А Toyota Corolla и Volkswagen Juke были намного опаснее с точки зрения возгорания. Но в 70-х всем было плевать. Все увидели в автомобиле главного врага народа и хотели его стереть в порошок. С чем общественность успешно исправилась. Вся эта ситуация вокруг Пинта оказалась очень удобной для Генри Форда II. У владельца компании со своим президентом были очень натянутые отношения. Якокко постоянно критиковал своего работодателя в том, что он недостаточно решителен, постоянно там медлит, думает о чем-то и вообще очень плохо поднимает рынок. И Якокко был прав. Все прекрасно понимали, что Генри Форд II вообще далек от идеала руководителя. Он даже от понятия просто хорошего руководителя был далековато на самом деле. Но Якокко был единственным человеком, кто не боялся сказать ему это в лицо. И за это его очень уважали. А Генри, в свою очередь, понимал, что Якокко намного популярнее его в компании. В компании, которая принадлежит Генри Форду. И ему такие приколы были вообще не нужны. Фиг поймить, боялся ли он, что Якокко может забрать у него компанию, или ему просто было некомфортно, когда рядом с ним был человек на голову круче его. Но вся вот эта кутерна с Пинта оказалась очень удобным предлогом для того, чтобы просто избавиться от Якокки. Сразу же после повторного расследования NHTC в 78 году Генри Форд II вышел с заявлением, что вся ответственность за трагедии с Форд Пинта лежит на Якокке. Это из-за него компания понесла денежные и репутационные потери. Да и к тому же Якокко уже растерял все свои таланты по созданию великолепных автомобилей. Он уже не чувствует рынок, нифига в нем не понимает, поэтому с этого момента Ли Якокко больше не работает в компании. Особойте кабинет, пожалуйста. Таким образом, закончилась история самого яркого управленца в компании Форд. Для самого Якокки эта ситуация не была неожиданностью, так как он был умным парнем и все прекрасно понимал. Но поводов для радости тоже не было. Ли Якокко отдал компании Форд 24 года своей жизни. Он вытащил компанию из финансовой ямы, а всему миру он подарил автомобиль, который до сих пор является одним из самых важных событий в автомобильном мире. И все, что он получил по итогу от Генри Форда Второго в благодарность за свои труды, это возможность собрать свои вещи из кабинета. На тот момент Якокке было 54 года и само собой на пенсию он уходить не собирался. Он вообще никуда уходить не собирался. Естественно, в тот момент, когда было объявлено о том, что Якокку выгоняют из Форда, абсолютно все автопроизводители тут же направили ему свои предложения о трудоустройстве. Якокка был лучшим из лучших. И каждая компания мечтала заполучить себе такой ценный кадр. Самое интересное предложение для Якокки выдвинул Крайслер. Барни просто сходу предложили ему возглавить компанию без испытательных сроков, долгих переговоров и прочей требухи. Просто приходи к нам, забирай к себе бразды правления, мы тебе полностью доверяем. Небольшой нюанс заключался в том, что Крайслер утаил от Якокки реальное положение дел в компании, а она находилась на грани банкротства на тот момент. Из такого ракурса становится понятно, почему они сразу предлагали возглавить компанию. Крайслеру просто было нечего терять уже в тот момент. Либо пан, либо пропал. А Якокка этого не знал. Он подозревал, что там есть проблемы, так как он очень хорошо знал всех автопроизводителей, но он даже не представлял, в какой кромешной жопе сидел Крайслер. Фактически огромной корпорации до банкротства оставалось несколько месяцев. И вытащить гиганта из этой ямы было просто невозможно по мнению правления. Поэтому они были готовы предложить что угодно для человека, который решит их проблемы. И Якокка, не зная реального положения дел, согласился и подписал контракт на несколько лет. Как писал в своей книге сам Якокка. Если бы он заранее знал положение дел в Крайслере, он ни за что не пошел бы в его правление. Как только он открыл все финансовые и управленческие отчеты у него глаза полезли на лоб. Опять же, как он писал в своей книге, он даже представить себе не мог, что дела могут быть настолько плохи. Продажи падают, финансовая отчетность отрицательная, компания генерирует долги, производство медленное и неэффективное, с комплектующими и поставщиками вообще трындец. Несколько дней Якокка просидел в полном ужасе. А потом выдохнул, засучил рукава и пошел делать то, что он умел лучше всего на свете. Работать, не покладая рук. Самое важное, что он спас компанию благодаря другим вещам. Первое, он убрал весь неэффективный менеджмент. Из 35 топ-менеджеров он оставил только двух, а также нормально отладил все процессы внутри компании. Это там типа работа с дилерами, работа с поставщиками запчастей, финансы, внутренние регламенты, структура компаний, ну и типа так далее. Это звучит довольно просто, взять и отладить там все, но на самом деле это просто титаническая работа, когда вы берете огромную корпорацию и начинаете в ней все переделывать с нуля. Вторая вещь, благодаря которой Якокка смог вытащить Крайслер из задницы, это запуск двух суперуспешных моделей. Вопреки тому, что говорил Генри Форд про своего бывшего президента, Ли Якокка не потерял своих талантов. И он прекрасно чувствовал рынок и понимал, что нужно обычному человеку. В 1984 появляются две новые модели концерна Крайслер, за которые полностью отвечал Якокка Dodge Caravan и Plymouth Voyager. Фактически, Ли Якокка изобрел минивены, которые станут бестселлерами рынка наравне с маленькими японскими автомобилями в ближайшие десятилетия. Эти два минивена станут надежной финансовой опорой Крайслера в 80-е и фактически спасут компанию от гибели. Но именно в этих моделях и в этих типах кузовов лучше всего читалось, что эпоха ревущих маслкаров закончилась. Страна как будто выросла. Все начали считать расходы, так как бензин был дорог, все хотели практичный автомобиль, чтобы он ломался, все такое. Маслкары и вся движуха вокруг исчезла так же быстро, как и появилось. Огромные ревущие купе с монструозными моторами ворвались с ноги в жизнь простого американца в середине 60-х. И точно так же молниеносно исчезли в 70-х. Да, все модели существуют до сих пор. Да, они продавались там в каком-то объеме, но таких огромных цифр продаж, такого всеобщего сумасшествия и желания владеть абсолютно бессмысленным, но очень веселым автомобилем уже не было. Оно просто испарилось. И минивены, которые уже были в топе продаж, лучше всего доказывали, что эпоха ушла. В 80-е и 90-е года это время очень интересного движения рынка автомобилей во всем мире. Если брать мир в целом, то в 80-е и в 90-е происходило такое количество событий, что мы планируем аж несколько работ об этом периоде и обо всем вам расскажем в свое время. Но для нашего повествования важно вот что. Чисто с точки зрения цифр этот период это пик популярности Носкар и Драгрейса. Стадионы ломились от зрителей, трансляции заездов в прямом эфире показывали все главные телеканалы страны, а по социальным опросам 40% от всего населения штатов наблюдало за кольцевыми гонками и гонками по прямой. Практически каждый второй житель США вне зависимости от пола возраста и финансового положения так или иначе наблюдал за заездами. Но несмотря на эту бешеную популярность и аудиторию, в этих гонках уже не было одного важного элемента для нашей истории. В них не было обычных автомобилей. До 67-го года автомобили были строго стоковыми. Никаких улучшений и доработок. А в 67-м году происходит первое серьезное изменение регламента. Командам разрешается использовать каркас безопасности и допускается доработка шасси. А в 80-м выходит новый регламент, который превращает автомобили наскар в болиды, которые на стоковый автомобиль похожи только внешне, а по технике уже не имели ничего общего. Да, понятно, что это сделано из-за безопасности пилотов. Да, понятно, что нужно было поднимать скорости и для этого нужно было делать другие шасси, другую обтекаемость у кузовов и другие моторы. И публике это нравилось. Всем все нравилось. Кроме того, что больше нельзя было приехать зрителям на гонку на своем обычном автомобиле и увидеть в овале точно такую же машину, как и у тебя. Точно так же их отроды пропали с дорог общего пользования. Если тебе, как любителю, хотелось начать гоняться по прямой, то ты мог спокойно пойти и купить быстрый маслкар, который стоил относительно недорого. Тебе не нужно было больше покупать что-то обычное и допиливать его напильником. Автоконцерны уже все сделали за тебя. Ты просто отдаешь пару-тройку тысяч долларов и уже можешь ехать на аэродром. И тебе не надо тратить полгода на сборку машины. Достал деньги из кармана и через пару часов ты уже стоишь на старте. А если ты хочешь серьезного тюрьма, то тогда тебе нужен драгстер, который ничего общего с обычным автомобилем не имеет. И это тоже отрывало спортсменов от обычных людей. Да, автоспорт штатов дорос до того, чтобы стать отдельной индустрией с другими автомобилями, другими скоростями, которые уже были недоступны обычному человеку. И он оторвался тем самым от обычной жизни. Если оставить возможность для людей только наблюдать за каким-то событием, без ощущения причастия, через какое-то время они отвернутся. За футболом такое огромное количество людей наблюдает в том числе потому, что ты можешь просто купить мячик, пойти во двор на площадку, и ты уже футболист. Ты уже точно такой же. Только ты и мячик, и больше ничего не нужно. А со спортивными автомобилями в 80-х и 90-х уже было понятно, что ты не приблизишься к пилотам, даже если купишь самый быстрый серийный автомобиль. Они просто другие. И люди это чувствовали. В воздухе начинало витать ощущение, что чего-то не хватает, как будто что-то ушло и больше не вернется. Особенно, если посмотреть на поток автомобилей на дорогах 80-е и 90-е, который состоял из минивэнов, небольших японских автомобилей и каких-то очень серых и никому не нужных американских автомобилей. Настоящие американцы уже остались в прошлом так же быстро, как и появились. Все фильмы, которые снимались про маслкары и хатроды, были либо про 60-е, либо про более ранние 50-е. Фильм «Американские граффити» про хатродеров был про 50-е. «Исчезающая точка» про 60-е. Первый «Угнать за 60 секунд» про 70-е, и во втором «Угнать за 60 секунд» было про Мустанг 67-го года. Первый «Безумный Макс» был про 24-й век, но в нем были автомобили 70-х. Да даже первый «Форсаж» был про «Додж-Чарджер». В первом «Форсаже» как раз противопоставлялись современные автомобили поздних 90-х и тот самый настоящий монстр из 70-х. И по всему этому было видно и понятно, что Америка скучала по прошедшему времени. И она скучает до сих пор. То, что произошло в 60-е в Штатах, это совпадение очень большого количества факторов. Это был отдельный мир, рай для автомобилистов, который просуществовал примерно 15 лет. Он появился резко и внезапно, благодаря большому сечению обстоятельств. И также резко рухнул, тоже из-за большого сечения обстоятельств. Остались только отдельные энтузиасты, натуральные такие дедули, которые поддерживают какие-то автомобили в приличном состоянии и с ностальгией, качаясь на своем кресле-качалке, вспоминают, как же было круто. И все, что остается этим молодым парням из 60-х и 70-х в современном мире, это рассказывает своим внукам, как же было круто. И как же они в своей молодости носились по дорогам на автомобилях своей мечты. Без плана, без цели, бесконечного пункта назначения. Но, к сожалению, эпоха этих автомобилей уже ушла. Как и ушли люди, которые ее двигали. Билл Франц, создатель гоночной серии Носкар, полностью отошел от дел в конце 80-х и оставил компанию под управлением своего сына, Билла Франца-младшего, так как уже не вывозил просто по здоровью. В 90-м году создателю самой популярной гоночной серии Штатов был уже 81 год, а через два года, в 92-м году, Билл Франц умрет от Альцгеймера. Носкар, как явление, существует до сих пор и является вторым по популярности видом автоспорта в мире после королевы автоспорта Формулы-1. Но текущая популярность лишь отголосок того, что творилось в период с 60-х по 90-е. Это было уникальное время, когда в каждой семье, в каждом доме в Штатах люди смотрели на то, как автомобили несутся по гоночному треку и болели всем сердцем за своих любимых пилотов. И эту любовь всей стране подарил Билл Франц, обычный парень, который очень хотел разделить свою страсть к гонкам с максимально возможным количеством людей. И в 2004 году посмертно Билла Франца-старшего внесли в автомобильный зал славы со следующей формулировкой. Насколько бы ни был дальновиден Билл Франц, даже он не смог бы предположить, в какого огромного монстра с миллионами фанатов превратиться на Скар в тот момент, когда Билл собирал встречу своих знакомых, чтобы обсудить создание гоночной ассоциации в отеле Streamline в 1947 году. Точно так же Уолли Паркс, создатель Национальной ассоциации хот-родов, был включен в автомобильный зал славы в 2000 году за свои заслуги по организации безопасных заездов. Ли Кокко сначала был награжден премией лидер Ингустрии в 1982, а в 1994 также включен в автомобильный зал славы как один из самых выдающихся менеджеров и лидеров автомобильных компаний всех времен. Единственный человек из героев нашего материала, кого нет в автомобильном зале славы, это Джон Делориан, так как после судебного дела о контрабанде наркотиков ни о каких официальных наградах не могло быть и речи. Но самую главную свою награду Делориан получил неофициально. Он получил маленький уголок в сердце каждого подростка 80-х и 90-х годов, кто смотрел назад в будущее и мечтал однажды оказаться за рулем автомобиля, который создал этот человек. Все эти люди Паркс, Франс, Делориан и Якокко это мальчишки 20-х годов, которые с завороженными глазами смотрели на появление автомобилей, на безбашенных бутлегеров и хатродеров, которые приручали и заставляли слушаться этих новых и неизвестных железных монстров индустриального века. И эти мальчишки каждый по-своему создали и возглавили новый виток истории автомобильной любви, всеобщего помешательства и безумия. Виток истории, который насквозь пропах бензином, моторным маслом и адреналином. И все эти герои, как и вспышка автомобильного сумасшествия 60-х, уже ушли. Первым ушел Билл Франц в 92-м году, за ним ушел Джон Делориан в 2005-м, затем Уолли Паркс в 2007-м, а два года назад, в 2019-м году, в возрасте 94-х лет, ушел Ильи Кокко. И напоследок, вот что я хочу сказать. Все когда-либо заканчивается. Человечество несется на безумном поезде, который называется жизнь в погоне за новыми ощущениями, в погоне новым опытом, в погоне за новыми технологиями. И у каждой исторической эпохи есть свои герои, которые ее создавали, которые ее олицетворяли и вдохновляли. Билл Франц, Уолли Паркс, Джон Делориан и Ли Икокко — это герои, которые по праву занимают свои места в зале автомобильной славы и в зале славы мирового автоспорта. Они каждый по-своему олицетворяли и отвечали за то безумие, которое происходило в мире в середине 20 века. Безумие, которое подарил людям автомобиль. Безумие, которое горело в глазах каждого человека, кто жил в то время и не мог представить свою жизнь без свободы, которую тебе дает автомобиль. Безумие, отголоски которого слышны и по сей день на треках всего мира и в наших сердцах, и в наших глазах. И мы тоже часть этой эпохи. Мы, жители СНГ, хоть и с небольшим запозданием, тоже росли, глядя, как в нашу жизнь врываются своим бешеным ревом автомобили. Мы точно так же, как и мальчишки 20-х годов смотрели на бутлегеров, смотрели на шальных ребят в 90-е, которые разъезжали на недостижимых для обычного человека автомобилях и хотели быть такими же крутыми на таких же крутых тачках. Мы росли на фильмах, где автомобиль был точно таким же значимым элементом, как и главный герой, а иногда и был этим главным героем, назад в будущее чего только стоит. И каждый из нас хочет хотя бы раз в жизни прокатиться назад в будущее на настоящем Делориане. У нас в стране фамилия Шумахер была словом нарицательным, а наши отцы, которые смогли себе купить первый в жизни автомобиль, ковырялись с ними вечерами напролет. А мы смотрели и помогали, подносили ключи и все такое. А когда приезжали на заправку, делали вдох поглубже, чтобы вдохнуть этот кисловатый запах бензина, а наши отцы в свою очередь не могли дождаться момента, когда можно будет посадить нас на коленки и дать немного пролить автомобилем под его контролем. И лучшим, и ярким для нас было загрузиться всей семьей в автомобиль и ехать куда-нибудь, кроссовником в другой город, отдыхать на юг, да или хотя бы на дачу, не важно. Самое важное это куда-либо ехать, глядя на отца, который сидит за рулем своей мечты, которую ему удалось воплотить в жизнь. И что из нас могло еще вырасти? Только автомобильные фанатики, верно? И понятно дело, что я тут говорю про свое детство, про своего отца, про свою семью. И у вас-то было то же самое. С разными оттенками и условиями, но суть-то точно такая же. И поэтому мы, эпоха, которую потом в будущем назовут ревущей эпохой двигателя внутреннего сгорания, эпохой водителей, которые управляли механическим, ревущим и дерзким животным, эпохой, в которой люди гнали свои автомобили на пределе законов физики и здравого смысла, эпохой, над которой уже светит закатное солнце. Это закатное солнце нам светит в преддверии эпохи автопилота и полной автоматизации дорожного движения, в преддверии эпохи, в которой автомобиль будет просто утилитарной вещью, чтобы доставить пассажира из пункта в пункт делая это полностью под волей алгоритма, в преддверии эпохи, когда люди уже не будут уметь водить автомобиль просто потому, что им это будет не нужно. Через какой-то отрезок времени, очень короткий, наша эпоха автомобильных фанатов уйдет навсегда. И с автомобилем в какой-то момент произойдет то же самое, что произошло в свое время с лошадьми. Когда-то управлять лошадью было необходимым навыком для подавляющего количества людей и невероятным кайфом для части из них. А сейчас это просто увлечение для очень узкого количества людей на закрытых ипподромах. Автомобиль начисто уничтожил в нас с вами этот навык, так как уничтожил изначальную потребность в управлении лошадью. Вместо этого, конечно же, в свою очередь, он подарил человечеству другие ощущения, открыл новые горизонты, другую скорость и ощущение свободы. И сделал это так, что несколько поколений людей, кто жил в 20 веке и продолжает жить в 21 веке, не представляет своей жизни без того, чтобы повернуть ключ зажигания, разбудить мотор внутри автомобиля и поехать, куда глаза глядят. И, судя по всему, мы с вами это последнее поколение, которое понимает кайф от вождения автомобиля. И последнее поколение, которое ностальгирует по ушедшей эпохе, в которой никогда не окажется. По эпохе абсолютной автомобильной свободы по эпохе скорости, по эпохе безумия. И мы, последнее поколение, которое хочет вести свою мечту по дороге, в лучших традициях ценители автомобильного кайфа. Без цели, без плана, бесконечного пункта назначения. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok